Всем привет, дорогие друзья! Я онлайн, Дмитрий Казанцев. Сегодня разговариваем про Боуи. Третья передача про Боуи. Про Дэвида Боуи. Про Дэвида Роберта Джонса, который из Лондона. Сейчас я проверю связь. Вы пока подключайтесь. Сегодня период у нас будет 75-79. Два, точнее, периода. А если быть, так сказать, честным, то, в общем, там он менялся в течение этих двух периодов. Сильно от альбома к альбому. Как только я сделаю небольшой шеринг, прошу тоже всех делать шеринг, а также лайкинг и репостинг. И, в общем, вот эти всем однейшие дела. Почему-то я написал Боуи парт-3, куда-то трешка делась. Не умею я вот с телефонами этими вашими. Итак, Боуи. Вижу пять человек, вижу десять человек. Дмитрий, добрый вечер. Да, Сережа, привет. Юра, вижу. Но сейчас еще народ подсоберем и начнем рассказ про Боуи. И вот с этого альбома, вот с этого альбома, который называется Young Americans. Великолепный альбом. Опять же, Mainman Production. Вот. Ну что там, 15 минут уже есть. Да. Всем привет. Начинаем с вами с Дэвида Боуи сегодня. В смысле, с Дэвида Боуи. Вот с этого альбома Дэвида Боуи. Это 75-й год. В прошлых двух передачах я рассказал вам про становление Дэвида Боуи с 62-го года по... По... Какой у нас сначала была первая передача? Я уже забыл. Ну вот. А, по 71-й, конечно. Потом его якобы, самый великий, якобы, подчеркну, самый великий период, 72-74, и закончили мы на том, что... И так они написали свое отношение к последним двум альбомам, даже трьем, а на самом деле четырем пластинкам, Боуи 73-74. Если... Зиги Стардос с 72-го года, это, безусловно, великий альбом и синглы. Если Аладдин Сейн, это уже совсем не Зиги Стардос, но все-таки это великий тоже альбом, и появился Майк Гарсон, как чуть ли не главный вообще инструменталист альбома, то следующий альбом, где остается Гарсон, уже вообще нет никаких, так сказать, спайдеров. Пинапс — это просто такая, ну, отговорка Боуи. Он исполняет чужие композиции, впрочем, там, кто-то кому-то вообще не нравится, а мне как раз нравится там половина песен. Я выделял какие? Pink Floyd, Kings, американская группа McCoy's, и, кстати, Хуон неплохо делает. А остальное там его какие-то личные, может быть, они, не может быть, они точно дружили. Ну и вот потом для меня, конечно, самый тяжелый провал — это Diamond Dogs. Я его специально переслушал еще три раза, ну, как бы, вот, уже в этом году. И ничего я, по-прежнему, там не понимаю, ничего не слышу, кроме последних трех композиций. Хотя я вам поставил два очевидных там хита, скажем так. Это сама Diamond Dogs и, конечно же, Rebel Rebel. Ну, ну, не судьба. Ну, и потом я рассказывал, что там идет концертник, очень грязный, сырой, совершенно невнятный, где лишь одна вещь представляла интерес. И это Knock on Wood, композиция soul, soul, soul-rock, фанка раннего. В общем, империи стакс, южного soul, назовем это одним словом. Павел, привет. Да, давно не виделись. Привет, Олег. Diamond Dogs вполне, ты, наверное, стилистически его не туда впихиваешь. Я вообще ничего никуда стилистически не впихиваю. Я там не слышу ни одной приличной композиции до композиции 1984, как я и говорил. Заметь, Макс, я не говорил, что я его не могу услышать. Просто я не вижу, что туда можно впихнуть на воображаемый такой сборник лучших песен для себя самого любимого. Я этого никогда не делаю для себя самого, но раньше же делал. Итак, Боуэй, я думаю, я читал про то, что он был, конечно, доволен тем, что все эти альбомы, которые я назвал по... Кстати, еще раз, главный-то из них все-таки Зиги Стардаст, так, по большому счету. Но он как раз не был на первом месте. Вот. А вот зато три других, Aladdin Sane, Pinox и даже Diamond Dogs, они заняли первое место в Англии. И он был с этой точки зрения доволен, но я думаю, что он понимал, что надо что-то менять, потому что ничего не получается. На Diamond Dogs еще и нет состава все-таки, потому что Эйнсли Данбор, великий барабанщик, пришел от Заппы. Заппы он сделал гораздо больше и круче. В общем-то, ну, после этого Данбор и, в общем, как бы, ну, ушел, так сказать, с великой сцены. Там играет студийный басист Flowers, Херби, который... Вот. И там снова Гарсон, а сам Боуэй там играет на гитарах, зачем-то играет на синтезаторах. В общем, понятно, что все развалилось. Все, что было сделано непосильным трудом, начиная с 70-го года, как пик, это все-таки 72-й год, все развалилось у него. Хотя, еще раз говорю, первые места там... А продажи-то маленькие, я говорил, только золото в Великобритании. То есть, в принципе, продался в итоге хорошо только Зиги Стардаст. Хотя я совершенно с этим не согласен. Потому что золото в Британии, как я уже говорил, по-моему, это 150 тысяч всего. Это, ну, просто вообще несерьезно. Тем более для такого человека, как Дэвид Боуэй. Вот. И он меняет направление резко и очень интересно. И музыка соул, фанк и диско появились у Боуэй и Рана. То есть, уже на пинапс есть эти стили. А вовсю диско, соул и фанк уже присутствуют на Diamond Dogs. Но, как я уже сказал, к сожалению, только с альбом, с песни 1984. Потом песня сама, собственно говоря, про Большого Брата. И концовка. Вот эти три композиции, их уже условно можно объединить в названиях. Хотите называть их соул-рок, фанк-рок, как угодно, диско-рок. Вот. И он решил, что надо все менять в сторону фанка. И набрать новый состав уже посерьезнее, ребят. Потому что, когда они начинали это делать, я имею в виду тусовку Мика Ронсона, Тони Винсконти, Мика Вудманси. Когда они начинали это делать, они начинали это в 70-м еще когда-то делать. Они звучали круто. Вот типа там, да, там Джимми Хендрикс, Джимми Пейдж, там какой-то Black Sabbath появился. Там вот это все. Там, да, такая вот всякий арт-рок, про-грок там ранний. Не арт-рок еще не было, но только про-грок там. Американские команды тоже там, естественно, были любимые. И у них, и у нас. А вот на период уже 74-го года уже другая музыка была. Уже никому вот Месилова не нужно было. И там еще и Болдер пришел, великий Юрай Хиповец. И что происходит? Только в марте 75-го альбом выходит, который записан с 74-го года. По 75-й год сразу он вышел. И он уходит полностью от глэм-рока, хотя это неправда. Глэмом он остается всегда за счет своей одежки. Он же первым начал играть... Что-то у меня перерас прерывалось. Первый он же начал играть в свои волновые дела. И он набирает состав, наконец, уже очень серьезный по людям. И прежде всего это, конечно же, остается Майк Гарсон. Абсолютно блестящий пианист. Многие считают его. У нас сейчас платина 50 тысяч. Макс, понимаешь, в стране якобы 140 миллионов человек. А платина у нас 50 тысяч. Это даже там стадион. Меньше стадиона нормального. 50 тысяч, а диск стоит, например, 10 долларов. Ну, условно. Музыкант с него получает 1 доллар. 50 тысяч долларов на группу. Ну, как бы это... Это если купили 50 тысяч. Платина. То есть это типа выше уже нет платина. Вот. Это прежде всего остается Гарсон. И Майк берет великолепного Дэвида Сенберна на саксофон. Суперзвезда джаза, солл джаза. А до этого, знаете, где он играл? Он играл у Пола Баттерфилда. Это у легендарного белого блюзмена из Чикаго, который вместе с Майком Блумфилдом, вместе с... Голова загружилась. Вместе с Элвином Бишопом были лицом белого блюзрока задолго до появления британского вторжения. Это с 64-го года. Если кто не знает группу Пол Баттерфилд Блюзбенд и другие его проекты Пола Баттерфилда, типа... Вот там и начинал Дэвид Санберн, совершенно молодой, прекрасный саксофонист. Потом он Saturday Night Live стал ведущим. Вы его, в принципе, знаете. Он играл везде, даже в Pink Floyd. В общем, Дэвид Санберн это такой сладкий, но очень... Опять прерывалось. Не вижу ваших сообщений, ладно. Сейчас я прекращу курить, потому что это невыносимо. В общем, короче, Дэвид Санберн в составе это всегда гарантия того, что саксофонные и духовые партии будут в порядке. То есть два великих профессионала, Санберн и Гарсон. И еще очень важно, что здесь появляется великая ритм-секция. Это Уилли Уикс, американский. Здесь вообще играют только американские музыканты, кроме Гарсона. Это Уилли Уикс и Энди Ньюморк. Они же играли у Rolling Stones в группе... Господи, Кита Ричардса и Мика Ронсона. Это... Опять же, он играл и в Pink Floyd, Энди Ньюморк. И у Уотерса. Это один из лучших барабанщиков мира. Тайный такой. Вот Паша все время рассказывает катков про каких-то тайных музыкантов. Вот такие тайные музыканты. Это, например, Уилли Уикс и Энди Ньюморк. Просто наберите, посмотрите, где они играли, сколько они записали пластинок и какой статус этих пластинок. И какие у них были гонорары. Это уровень Стива Гада, Джима Келтнера, того же Тони Левина до, конечно, Кин Кримсон, основного Тони Левина. Вот. И два гитариста здесь сразу. Оба американцы, оба великие гитаристы. Это Карло Саламар и Ролл Слик. Они же авторы. Они же соавторы. И тут начинается полный жир. И сразу скажу, значит, альбом выглядит вот так. У меня канадский первый пресс. Я его оставил. Было у меня четыре разных. Оставил себе вот его. Очень картонистый. Прям вообще. Это тебе вам не Англия. И даже, по-моему, толще американца. И он специально сделан на матовой бумаге. Поэтому кажется, что он как новый. То есть никаких здесь следов вообще практически нет. Сзади очень скромно все. Хотя, еще раз говорю, вот это очень важный лейбл. Мейнмен. Мейнмен. И здесь есть вставка. Где очень подробно описывается все, что происходило. Тайминг и так далее. Ну, для тех, кто любит слушать, а параллельно смотреть информацию. Да. Это 1975 год. И давайте пойдем прям по песням. Потому что здесь величайшее создавалось. И сразу скажу заранее. Больше такого в чистом виде не повторялось. Сразу также скажу, что здесь есть Джон Леннон в двух песнях. Он играет на гитарах и подпевает. Сразу скажу, что здесь нет ни одной слабой песни. Но три песни я не поставлю, потому что они просто такой соул-рок не очень яркий. Все, что я поставлю, это, на мой взгляд, вершины боуи. И вершины... Не надо думать о вершине не только в стиле фанк и соул. Это, прежде всего, конечно, рок-музыка. Потому что все музыканты, играющие здесь, они, прежде всего, связаны с рок-музыкой. И немного, так сказать, с джазом, уже современным джазом. Давайте пойдем по... Постоянно прерывается. Я очень опасаюсь, что это какой-нибудь обрыва. Да, вот сразу Young Americans очень прерывается. Я не знаю, что происходит опять. Видимо, опять какие-то ураганы по соседству. Напишите, сейчас я к вам зайду в ответ. И я пока поставлю Young Americans. Вечер добрый. Далой табак. Даешь ассистентов. Ассистент из тебя. Чай, варенье и пластинки с меня. Вот Young Americans. Официальный альбом. Альбома на YouTube. Сейчас я посмотрю, что вы написали. Но я вижу, что в последних сообщениях не стоит у себя Dima Connect. Ты, я надеюсь, радуешься, Сереж? А я не показал, где можно покупать билеты. Написано в заголовке вроде все верно. Но там почему-то цифра 3 куда-то улетела, убовые. Пожалуйста, покупайте билеты на мои рассказы, на мои концерты. Первая песня Young Americans. Без вопроса она величайшая. Записана она. О, здесь еще, видите, то же самое. Пошла мода у Боуи писать на пластинке, на альбоме, где точно записана каждая композиция. Многих это было интересно. Здесь и Филадельфия, конечно же, и Нью-Йорк Рекорд Плант. Величайшая студия. И Лондон. Говорит это о том, что уже появилась новая группа у Боуи, которая посуществует гораздо дольше, чем Spirals from Mars. Но как связующее звено здесь, конечно, Майк Гарсон, пианист. И не будем забывать, что сам Боуи играет на всем. И здесь получается, включая Ленона и Боуи, Джона Ленона, то бишь здесь читили гитариста сразу. Но Боуи играет на всех инструментах. Это Фейсбук, да, сегодня чудит? Ну, я надеюсь, все слышно и обрыва-то нет. А я думал, у меня опять... Значит, все время Фейсбук чудит. Вот. Следующая песня, которая требует серьезного внимания, это композиция Fascination. Это уже совсем мощный фанк-рок. И я бы сказал честно, что первый раз Боуи за всю историю своей карьеры звучит так круто, фирменно. И уже как бы видно, что это новая музыка, новая волна. И он, конечно, немножко опоздал к Soul Rock'у. Но, как я уже сказал, он начал его играть еще в 73-м году. Все-таки. Но как-то... Ему надо было раньше сделать это движение, которое он сделал в 74-м году. То есть надо было с Diamond Dogs как-то что-то там, ну, изменить. Но не было, я еще раз говорю, такого состава, потому что, ну, архаично все очень было. Ну, конечно, Херби Плауэрс прекрасный, басистый. Но они такие рыхлые музыканты студийные. И Энси Данбор, он такой больше джаз-роковый. Тут нужен был грув и чернокожий грув, как бы. И вот парочка, Энди Ньюморк и Буэл Ли, конечно же, справились великолепно. Fascination. Еще одна песня, которая, ну, выдающаяся. И еще сразу даю композицию. Это уже такой ранний true disco soul funk-rock, который мы все очень любим. Кто-то называет это на самом деле, не слышит здесь ни диско, ни фанка, ни рока. Но это просто люди, которые не разбираются вообще в жанре ритмон-блюз, ничего страшного. И я прав, потому что это записано, это, конечно, в Сигме студии Филадельфия. Я не подсматривал, вот, только сейчас прочитал. И это Филадельфия, это столица диско, которое, в принципе, там началось... Ну, в общем, так же, как и на стаксе в Нью-Йорке, на самом деле, когда годы с 70-го уже были ритмы диско и грув диско. Это не то диско, не электродиско, не электропоп, не бонни-эм там и так далее. Это вот приличная, очень крутая музыка, самая крутая. Тогда мало кто вообще умел так играть на барабанах, когда одной рукой ты играешь с шестнадцатыми. То есть это, ну, топовые артисты, включая джазменов, конечно, лучших, и артистов, которые пришли из 60-х. То есть, в принципе, диско — это тоже музыка 60-х. Это, говоря, влияние вообще той декады. Вернулось. Что-то мне пишут в коннекте. Прерывается на долю секунды. Все слышно. Я стараюсь повторять там, где прерывается, я же вижу. И вот тут неожиданный номер. Боуэй задружился с Ленноном. У Леннона как раз был период запоя. Там с ним многие все общались. Была целая тусовка типа Нилсона, там Доктора Джона и так далее. Очень много крутых звезд. Леннон задружился с Боуэй. И Боуэй всегда любил, конечно, Битлз, но он любил не такую, не кабацкие песенки Битлз, а он любил психоделию, конечно же, Джона, Джорджа и неожиданной композиции. И редкая песня Across the Universe. Кстати, она записана в трех видах у Битлз, если кто не знает. Два вида есть официально, третий вид неофициальный. Есть сингловая версия, есть, так сказать, уже с пластинки Past Masters, которая вышла только в 88-м году. В общем, битломаны знают, о чем я говорю. Across the Universe, песня Джона Леннона. И здесь слышна совершенно новая трактовка. И слышна гитара Леннона, такая чуть-чуть не настроенная. Хорус, Фленджер. То есть тут все очень-очень круто. И когда я ее услышал, я сначала испугался, потому что я в тот момент был не то что битломаном, но постбитломаном, как бы я четко знал все композиции, как они звучат. И, по-моему, я даже тогда не слышал все три версии Битлз, Across the Universe. Когда появилась эта песня, я сначала так что-то напрягся, думаю, а что-то происходит-то. А на самом деле это великая трактовка, великая песня Леннона. И послушайте ее обязательно. Вот я выложил это. Один из шедевров. Вообще здесь получается, что Джон Леннон, он каким-то образом в двух чуть ли не главных... Джон Леннон здесь сильно влияет на альбом, еще раз повторюсь, потому что опять был перерыв, про разрыв. Джон Леннон сильно повлиял на альбом, потому что две главные песни, одни из главных, как минимум, связаны с Джоном Ленном, еще раз скажу, он играет и на гитаре, и подпевает, и, видимо, они там что-то делали вместе, там, ну, выпивали, там, закусывали, общались, конечно же. И вот эта Ленновская фраза, я еще раз ее повторю, как бы, что Джон Леннон сказал про бой, что это, типа, тоже рок-н-ролл, ну, типа, как и У, как и Джон Леннон, но только с большим слоем губной, с толстым слоем губной помады. Я надеюсь, он шутил так все-таки, потому что Боу, я как еще и расскажу, по сравнению с Джоном, потому что он ушел из музыки в 75-м уже году, ну, поболее, так сказать, сделал в плане рок-н-ролла, и уж если говорить о роке, или там, хард-роке, или про-гроке, конечно же, Леннон, он великий, самый великий, один из великих, самых великих из Англии, но Боу это уже, тем не менее, побольше сделал. Я думаю, Джон просто шутил, он любил отжигать, провоцировать, но Боу вообще не напугаешь губной помадой, как бы, поэтому... Да и ничего страшного, как бы, если кому-то нужна помада, вот я не пользуюсь, например, вообще, я стараюсь как можно меньше изменять внешность, как бы, считаю это неправильным. И вот нашел я видео специально для вас, Паша все жаловался, что нет видео, есть клип, тогда действительно не было клипов, как мне сказал Леша Тарасов, но, по-моему, Леша Тарасов должен знать, что Боу был один из первых, кто увлекался именно клип-мейкерсоном, и тогда это называлось просто «видеос», ну, то есть видео, в принципе, слово «клип» — это вообще какой-то... «клип» — это на обрезка, нарезка. А слово «видео», «мьюзик-видео», оно было всегда, и у Боу, я уже сказал, в 72-м году уже вышли два клипа, причем одна песня — это «John Am Only Dancing», а другая — это была на песню 69-го года, а до этого у него выходили клипы и в 67-м году, и в 68-м я их все ставил. Это, в принципе, это клипы. Леша юмористически сказал Тарасов. А какая третья? Я два знаю. Да, «Let it be naked», еще три есть версии из кинофильма, я тебе потом пришлю, они у меня все есть. Есть три версии о «Cross Universe», значит, может быть, есть даже четыре, потому что говорят правильно, точно, есть же «Let it be naked», который Пал Маккарт не слепил. Правильно ты говоришь. Значит, четыре есть версии о «Cross Universe», вот пятая мы послушали. И вот Паша просил все редкие клипы. Вот не клип, а у Шер, у великой американской певицы, было такое шоу, где она звала всех новых звезд, включая там и Майкл Джексон у нее был, и Тина Тернер. И вот, Паша, специально для тебя, это неофициальный клип, потому что эти шоу Шер, так же, как и шоу Джонни Кэша и других великих артистов, продаются за деньги на DVD и там на всяких Blu-ray. Но это, видишь, вот отекло в интернет. Это Fame-оригинальное видео того года, 75-го. И я вам сразу сказал, что Дэвид Боуэй, вам кажется, таким артистичным танцующим парнем, это было потом, в 80-е годы. А вы посмотрите здесь, он стоит на сцене, ему ничего делать не надо, фонограмма, даже петь не надо, играть. И он с трудом двигается, он чувствует себя не в своей тарелке. Одно дело, ты делаешь клип, так сказать, режешь его из кусков, кто-то тебе помогает, другое дело шоу. То есть там сидят люди, и оно снимается. И вот, посмотрите, это оригинал. Fame-это класс. Паш, в Fame есть две версии, как минимум. Вот тебе, пожалуйста, клип оригинальный. А вот уже клип, сделанный в 90-м году, и он официальный. Здесь другая версия песни. И посмотрите, какое отличие. Здесь уже Боуэй такой весь прям рок-звезда, уверенный, самоуверенный. Это ремикс. И новый клип 90-го года, когда у Боуэй был большой провал. Как вы знаете, с 87-го года по 93-й, это был период, у него очень тяжелый, и группа была как протестная группа его группа Тин Машин, то есть жестяная машина, жестянка. Совсем я не могу там слушать ни одной композиции. Хотя, кстати, в Советском Союзе продавались их альбомы, как вы знаете. Не знали? Тин Машин продавались в Советском Союзе. Вот, в клип 90-го года Fame, и здесь снова, как вы слышите, голос Джона Леннона и его гитара. Вот. Это фанковая великая штучка. И Боуэй уже окончательно уходит от своего простого вокала, который был на ранних альбомах. И здесь уже, как и на Diamond Dogs, уже вот эта сложная манера. А Working Class Hero, я читаю ваши сообщения, да, они хорошо сделали, они вообще хорошо все делали, как бы на самом деле. Даже если провокационно, если, ты знаешь, во время запоя Джон Леннон записал великолепный полупанковский альбом с Нильсоном. Джон был просто в хлам, а Нильсон, великий вокалист американский, он спился и умер потом. Он был на пике формы после Нильсон Шмилсон. Да и ранее у него хитовали, там Битлз он много пел, интересно, кстати. Так вот, они с Джоном записали провокационный альбом под названием Pussy Cats, и там куча неприличных вещей. Так вот, Нильсон допился до того, что у него голос охрип, и он сказал Джону, Джон продюсировал этот альбом, пел, играл. Pussy Cats у меня есть на виниле двойной разворот, там всякие картинки жуткие. Альбом-то прекрасный, потому что они там вот этим хриплым голосом и полупанковскими аранжировками и отношением к делу на RCA позволили себе выпустить. Это был последний плевок Джона Ленна в лицо, так сказать, общественности. Потом он записал такой рок-н-ролл, просто типа, ну и ушел воспитывать сына, как вы знаете, потом великий альбом Double Fantasy, и его убили. То есть вот Джон Леннон великий музыкант, и закончился вот как-то очень просто. И я не думаю, что Йокона какая-то жадная там тетка, на самом деле она выдала все, что было. Две песни записаны на антологии, третья плохого качества. Ну и еще выходил сборничек акустик у Джона Ленна. То есть, видимо, это правда. У Джона Ленна ничего не... Он честно уже сказал, я воспитываю сына, потому что я плохо воспитывал, не был отцом для первого, для старшего Джулиана. А Шона он хотел воспитать, он его пять лет воспитывал, ну, в общем, не особо употреблял. И, видимо, вообще забросил это дело. Слушал музыку, пластинки. Это нормально, я считаю. Это, кстати, подход нормальный. Я больше не рок-н-ролл. А потом он решил вернуться к рок-н-роллу и успел записать лишь только один альбом. И потом Йока выпустила неплохой альбом Milk and Honey. Там еще было шесть песен прекрасных. И понятно, что Ленна оборвали на пике. В 40 лет мальчик подрос, сын уже пошел, наверное, в какую-то раннюю школу. Я имею в виду Шона. Вот, к сожалению, это была трагедия не только потому, что он Битл, а потому что он вернулся к музыке, как бы, а тут его и шлепнули. Безобразие чистой воды, как я уже говорю, не просто потому, что он был когда-то звездой Битлз, а потому что он только заново начал снова творить, и это было очень круто. Вот еще раз мои координаты. Покупайте билетики. Обелечивайся, обелечивайтесь. И вот такой я вам представил по-быстрому альбом Дэвида Боуэй, безупречный по записи, безупречный альбом по записи, безупречный по композиции. И я выделил все основные треки. И еще здесь есть три трека, они тоже хороши, и как бы можно его слушать от корки до корки, без всякой шизофрении, которая начнется уже скоро. Да, Facebook сегодня радует. Постоянный разрыв. 75-й год. Еще один уникальный альбом, такой же, как Ziggy Stardust, где уже я говорил, я только не поставил тоже три композиции, потому что там они были рок-н-ролльные, ну а здесь это просто соул, фанк, рок такой, не самый яркий. Если мы будем ставить каждую композицию, то мы тогда ничего не успеем с вами. Young Americans очень советую в любом виде, но на виниле звук просто эталонный в данном случае. Идем дальше. Боуэй продолжает развиваться, или может быть деградировать, кому как. Советскому человеку, который слушал портвейн-рок, все это было неинтересно, особенно. Типа закончился он якобы на альбоме естественно на Ziggy Stardust, там еще был рок, а дальше что-то пошло не то. И эта пластинка очень хорошо продалась, не была на первом месте, была на втором, но зато девятое место в Штатах, топовые позиции во всем мире, стало золотой в Штатах, а это уже 500 тысяч. Продаж стала золотой и в Канаде, и в Британии, то есть как бы люди не делали из нее культа, но типа сказали, Боуэй это в первой двадцатке точно артистов он. В первой двадцатке. Ну, Элтон Джон тогда был на первом месте давно, то есть Элтон, конечно, продал намного больше пластинок. Ну, я просто так сравниваю, так, люди одного возраста, но как и многие другие артисты. Но Боуэй обрадовался успеху, безусловно. Пластик соул он его значил, то есть, почему пластик соул? Это вот понятие пластик, мы когда про запу будем говорить уже буквально послезавтра, вы поймете, что пластик, это когда ты стебешься над, так сказать, вот этими пластиковыми людьми, которые ходят в офис, там покупают еду пластиковую и так далее. Леннон же тоже пластик on a band, все это оттуда. Пластиковый соло он имел в виду, что, конечно, ребята, я не негр, я не фанкер, но со мной играют самые лучшие люди из музыки, да еще и Джон Леннон пришел выпить, закусить. Это очень важный момент, умение постебаться над собой. Этот ход делал и Заппа, и очень многие другие артисты, которые, типа, выдают пафосную, прекрасную песню, она становится хитом, как у Тен-Си-Си, а на самом-то деле там есть подковырка. Что это не сопли розовые, I'm not in love, то есть это он, послушайте песню, это песня про любовь, но на самом-то деле там стек. Но люди купили это как чистую монету. У Боу и то же самое. Он, конечно же, понимал, что он никакой не soul-фанк-исполнитель в чистом виде, ни в коем случае. Просто его видение. И снова изменения происходят абсолютно с тем же успехом, еще выше позиции в США, Station to Station. Альбом выходит уже в январе 76-го года. И здесь изменения довольно серьезные, хотя бы потому, что приходит Рой Биттон, клавишник, который потом играл, естественно, прежде всего с Асс, Брюсом Спрингстоном, из Dire Straits. Это великий еще один клавишник. Меняется барабанщик и басист. Остаются два гитариста, Аламар, Карлос Аламар и Эрл Слик. И они здесь определяют звучание. И выходит вот такой альбом под названием Station to Station. И видите, здесь выделено, что Hit Golden Years наклеечек. Station to Station. Он выходил с разными обложками в разных странах. И появляется у него вот этот новый дизайн. Писать все гельветикой, заглавными буквами, гельветикой Bolt и без знаков припинаний. То есть такая новая психоделия 70-х. И в таком же оформлении выходит великий сборник Боуэ, про который я сейчас тоже скажу вкратце. Видите, да? Больше ничего тут нет. То есть минимализм. И, кстати, здесь то же самое. Это вкладка, которая необходима, но все, что дается здесь, это информация по альбому, recorded by Боуэ и так далее. И состав. Вот тоже так написано, как хотите, так и читайте. Ну, потому что надо мозг-то развивать, мозг. Читать-то все умели и умеют. А вот именно читать, но видеть слова внутри одного слова, это надо развивать мозг. И так Боуэ ударяется в новое движение, которое было уже у него. Это прог-рок, арт-рок, новая волна, электроника. Это он уже одним шагом в берлинском периоде. И поэтому здесь есть вещи, которые я условно не могу слушать, как и на альбоме The Man Who Sold The World. Первая песня, которая называется, собственно говоря, Station to Station, 10-минутная, даже с лишним, композиция. я никогда не слушаю, потому что я просто не могу ее слушать. Скажу честно. И все начинается как раз со второй композиции. Это великий хит Golden Years. Обалденный фанковый грув. Еще раз говорю, два гитариста здесь, оба играют невероятные крутые партии. Они остаются с ним и live, и ездят по всему миру. И это не просто гитаристы. Оба принимали участие, особенно Карлос Аламар, принимал участие в сочинительстве, в композициях. Это отдельный, тоже еще, Паша, вот тебе, пожалуйста, парочка имен, которые не только здесь засветились. Golden Years. И это хит с этого альбома, даже на обложке написано. Прекрасная композиция, следующая, Warden Wind. Это Soul Rock. Отбой вам специально. Ушел Майк Гарсон, и как бы странно, Карлос Аламар окей, да. И Earl Sleek, у него и сольники есть. Еще был разрыв, Паша, Карлос Аламар и Earl Sleek. Earl Sleek пишется вот так. У него есть и сольные работы, и работы со Stray Cats. Это молодой, очень крутой гитарист. Петя, он не очень умел, зря не позвал вокалиста на свои сольники, там могло бы что слушать. Был на ней. Да, Warden Wind, еще одна композиция с этого альбома, прекрасная. Но проблема в том, что первая композиция бестолковая, на мой взгляд, и длилась 10 минут, так что первая сторона это крайне короткий альбом по песням, и мне очень жалко, что вот так вот он. Дима, все слышно, разрыв не мешает. Я на всякий случай, я не нервничаю, просто меня бесит. И снова вторая сторона начинается. Сейчас я возьму этот кривой дизайн. Да, здесь всего 6 композиций, такое впечатление, что они все просто скачок, но не проблема. А у меня отскачок это длится секунд 5. Еще одна грубая вещь с этого альбома, конечно же, любимая, это TVC One Five она называется. One Five это 15, понятно, но правильно говорить, One Five. TVC One Five, еще одна нетленка с этого альбома, уже третья подряд. Ну, нетленка вторая, третья хорошая песня подряд, их всего 6, как я сказал. И... Здесь идет триольный блюзроковый ритм, но сделан он в духе фанка или, если хотите, даже джаз-рока. И вам это должно напомнить любимый ритм какой-нибудь группы типа Рейнбоу, то есть тын-тын-тын-тын-тын, то есть, как бы, такой шаффл Бернард Перди Перди придумал, не Перди, а Перди, 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 Перди Шаффл, когда играются сразу несколько рисунков в одном. Это великолепная композиция Stay, где сочетается и ритм-н-блюз, и джаз-рок, и прог-рок, и боуэ постепенно выходят уже к своему стилю, который обозначится прямо на следующем альбоме, где уже будет сочетание и электроники, и арт-рока, не прог-рока. Арт это немножко другое, то есть, и, конечно же, влияние ритм-н-блюза, фанка, соло, здесь все слышно, никакой не рэйбл, это тот же фанк-стей. Паша, прежде чем такие вещи писать, изучи, пожалуйста, что такое ритм-фанк. Фанк не бывает триольным. Фанк это бит. Тум-тш-тум-тш это фанк. А то, что сейчас я тебе поставил, это вообще не файл. Это не... Изучай грамоту. И заканчивается альбом совершенно неожиданной композицией под названием Wild is the Wind. Это композиция нашего соотечественника. Его звали Дмитрий, фамилия его Темкин. Это очень известный американский, как получилось, почему-то мы не удержали, видимо, основных людей в стране. Дмитрий Темкин. И вот, кстати, клип, Паша, еще один специально для тебя. Уже сегодня, по-моему, третий. Wild is the Wind. Еще раз, Дмитрий Темкин. Один из величайших композиций композиторов Голливуда. Он же написал песню, которая называется Rawhide в Blues Brothers. Rolling, rolling, rolling Through the streets we're rolling Rolling, rolling, rolling Ага. То есть, эту песню он прославил в свое время помимо стандартов фильмовых композицию Wild is the Wind прославила Нина Симон. Величайшая композиция соула, ритм и блюза и джаза, в том числе. Такая была пианистка, автор и великая вокалистка, конечно. И тогда она была жива и записывалась на CTI уже. Вот такой короткий альбом, где все песни великолепны, но я бы перемотал первую, если вам нервы дороже. И вот заканчивается вот этот период необычный, который назывался иногда пластик соула, иногда там кто-то просто говорит, что это фанк, там кто-то говорит, что это просто соула, ну вот это не нравится. Но, тем не менее, крайне успешный и мощный период Боуэ, после которого он уже объединившись со своим старым другом снова с Эггипопом и со всей тусовкой уезжает в Берлин, город его мечты, который был культурный, одной из культурных столиц конца 20-х прежде всего годов. Но потом там пришел Гитлер, сами знаете, и Германия, и Берлин на долгие годы оказались в аду вот этого всего фашизма, нацизма и прочей очень красивая песня, люблю ее. Нина Лесная, эту песню, конечно, просто любить, но лучше послушать все-таки ее у Нины Симон все же. Там она гораздо более надрывная, жизненная, но Боуэ исправился, на мой взгляд, великолепно. И вот сразу через год выходит альбом Low. Да, кстати, альбом Station to Station, несмотря на то, что он немножко послабее, на мой взгляд, предыдущего, по, так сказать, просто по количеству песен, по количеству нетленок, там нет Джона Леннона и так далее. Да и состав уже немножко другой. Тем не менее, этот альбом уже народ врубился в предыдущий, и он занял более высокие позиции по всему миру. Впрочем, и альбом Low, который вообще очень спорный, вообще все, весь период берлинский, это, сразу могу сказать, это половина песен на каждом альбоме, потому что второй половиной занимался Брайан Ино, буквально. То есть, Джон Леннон, Дэвид Боу издал права на свои песни, за исключением, пожалуй, заключительного альбома «Любимый», одной из любимых «Лоджер». он решил, что надо заниматься авангардом, немецкая музыка, ранняя электроника. Германцы всегда славились тем, что придумали какую-то вот такую неожиданную музыку. Конечно, тогда уже были всякие крафтверки и другая крауд-рок-сцена, и не только рок, и Клаус Шульц был, и Шульца, и многие другие артисты менее известные. И Боу решил вот это все сочетать с традиционным роком, фанком, ритм-блюзом, плюс, конечно же, своими наработками уже, и на альбоме заявлено 14 песен, из которых песен-то всего немного, на самом деле. Остается все тот же состав, и здесь вторым человеком в группе становится Брайан Ина, это клавиши, звуки, какие-то непонятные подпевки, голоса, симпетизаторы. Как он сам говорил, у него, по-моему, даже книга есть, «Как играть на клавишах, не умея при этом играть?» То есть там, то есть как бы считается, что он, Брайан Ина, типа так и не научился играть, у него просто были какие-то мысли, какие-то звуки, он продюсировал. До этого он играл в Rocksy Music, как вы знаете, выпускал сольные альбомы, в Rocksy Music его выгнали, потому что он там создавал много шума, и он ушел в 73-м году, и вот очутился через небольшие там переходики, он у Дэвида Боуи, но Rocksy Music это же тоже группа глэм-рока, в общем-то, несмотря на всю традицию, несмотря на всю свою кинг-римзенность, там один лейбл, один звук практически. Тем не менее, Rocksy Music, если вы посмотрите, как они одевались, и как выглядит, и выглядел Брайан Ина, ну, мысль одна, это гей-гей-калчер, первый вопрос, второй вариант, это провокации, третий вариант, это просто настолько глэм, что крыша поехала, как хотите, неважно, мы, так сказать, сейчас не внешность обсуждаем, но факт то, что глэм-то остался и у Боуи, и у Ина провокационный, эпатажный, да и в музыке тоже. Ну, попробуем разобраться, что здесь происходит в этом самом, винилов этих у меня дома нет, я успел купить такую коробку в 2013-м году, она объединяет все четыре альбома этого периода, три студийных альбома и один двойной концертник. Очень советую эту коробку, она очень прилично сделана, и здесь есть весь этот период с 75-го, 76-го по 79-й год, как бы теперь оттуда все это достать, только когда они делают эти коробки, они вот думают, что я что должен делать, ножом, чтобы их оттуда доставать. В общем, альбом называется Low, обложка внушает доверие, но не так тут все просто. Как я уже сразу сказал, мы будем все-таки заниматься Дэвидом Боуи, о композиции, шуме и всякую заумь, хотя она в принципе съедобна. Брайан Инна мы оставим на передачу про Брайан Инна, а также дружбу с Игги Попом и так далее. его поездку вторую уже в Советский Союз. Вот такое английское издание, как я говорил, все четыре альбома, такая пластинка, ну, в общем, все довольно скромно, пальтишко, что-то такое, что-то советское, что-то советское действительно появляется в этом, да, 80-е советские. Вот, и альбом начинается сразу с инструментала и он неплохой, его можно слушать. Тем не менее, только со второй композиции начинается какой-то внятный внятный вокальный момент и Боуи снова, как настоящий хамелеон, меняет и вокал, и продакшн. С продакшном здесь, конечно, Инна Крут. Ну, кому Крут, а кому и Курт, а кому и Шиза. Продакшн меняется, так сказать, с традиционного на очень тяжелый немного нойз, как бы, не немного, а много нойз, и Боуи уже оттуда вылезает из этого продакшна невнятно совершенно, то есть не во всех песнях начнем, нет, но во всяком случае на этом альбоме это еще фрип не пришел. Ну вот, а когда придет фрип, не понял, зачем ты фактически пропустил стейшн. Я в стейшн поставил, Паш, ты вообще как, в себе? Я стейшн поставил все композиции, кроме одной, пять из шести, и рассказал подробно про каждую композицию. Павел, очнись. Я из шести композиции пять поставил и выложил, включая клипы. Алло. Ну окей, видимо, что тут не у меня одного крыши едет. Итак, Breaking Glass как-то очень быстро, а чего, а чего надо делать, рассказывать? Что я тебе должен аккорды сыграть эти? Ну могу, Вайл из Уэль, я умею играть, что ты хочешь, я тебе там рассказал. Это гениальные композиции, пять из шести, остальное, как бы, мы обсудили, состав обсудили. Нам надо ведь укладываться как-то хотя бы в два-три часа, мы же не можем до утра сидеть, тем более, что результат особого. Так, опять потерял мой штук, без мой штука курить. Ну ладно, покурим без мой штука. А, нет, опять я его бросил в пепельницу, ну нормально, чего? Альбом я бы его назвал все-таки самым слабым из трех трех альбомов берлинского периода. Вот композиция под названием What in the World она называется. И она интересна тем, что здесь практически музыкально, гармонически, это ранний Вовой, ну то есть нормальный рок Вовой и чудовищный продакшн барабанов. Это должно многим, кто разбирается в музыке, напомнить в 80-е уже. То есть я бы это одним словом назвал так, это пошла уже новая волна, которая, ну уже в Штатах была довольно давно, да и в Германии тоже, в общем-то, 76-й год это уже были и Блонди, и Пати Смит, и Talking Heads уже играли, и Панк уже был в Штатах полно развитый. И Буу здесь начинает как бы доверяться Брайану Инну, его очень спорному продакшену. Я, кстати, знаете, что у Брайана Инна даже есть альбом с моим любимым Полом Саймоном. Если уж Пол Саймон выдержал Брайана Инна, значит, что-то вот они там слышат. И Брайана Инна выдерживал не только великие гитаристы и продюсеры Робби Робертсон из The Band и Даниэль Лануа, когда они работали вместе с дисками U2 и так далее. То есть, видимо, Брайана Инна помимо того, что выдается такой продакшен, там есть ну и Дэвид Бирн опять же. Может быть, парень хороший, я не знаю. Там у них сложные отношения и сложные ориентации. Я вообще не хочу в это влезать, потому что очень много я на самом деле знаю и слухов и видел я лично двух из них. Общался. Это люди такие, ну, достаточно непростые. Ну, наверное, это следующая песня, которую я хочу вам поставить. Она называется Sound and Vision. Одна из знаковых композиций. Я про нее рассказывал уже. Дэвида Боуи. Это одна из двух великих композиций с этого альбома. Их всего, на мой взгляд, две, но они настолько крутые, что делают весь альбом. Sound and Vision, то есть, как я вам рассказывал, что Боуи, это не только звук, но еще и Vision, то есть, это и внешний вид, и видео, и, конечно же, картинки. То есть, арт, фотографии, стиль, одежды, движения начались. Потом уже танцы, конечно же. Потом в 80-х он начал уже быть акробатом там и так далее, циркачем. Это потом, завтра, про это завтра. Sound and Vision здесь возвращение в фанк, прекрасный фанк-рок. И последняя вещь, которую на альбоме можно выделить, как Дэвида Боуи, это Be My Wife. Это ритмон-блюзовая вещь, но основой ее являются традиционные, как сейчас говорят, боб-дилновские аккорды, типа ля-минор, соль-фа, Be My Wife. И это один из ранних клипов, который просто прекрасен. Ничего не происходит, но ничего не надо. Весь остальной альбом, ну, следующие вещи, это работы Брайана Инна, они вполне съедобны, но если вам не нравится немецкий такой вот арт-рок, электроника, синтезаторная, заум, то, в общем-то, вы можете и не дослушать этот альбом. Потому что после Be My Wife идет именно такая музыка. Это уникальный альбом, а в этом плане Боуи полностью дал свободу одному человеку. И это был Брайан Инна. Кто-то это, еще раз говорю, любит, кто-то не любит, а я отношусь нормально, потому что у меня это есть давно и как бы даже теперь в двух видах. Альбом Low вышел в 76-м году и в США, и в Британии, и в Германии, и в некоторых других странах, продвинутых Европы. Уже начиналось движение новой волны панка и уже диско вовсю веселилось, как говорили в журнале Ровесник. И народ хорошо купил этот диск, несмотря на то, что конкретных каких-то хитов, кроме Sound & Vision и Be My Wife, здесь вообще нет. И звук очень... Особенно для любителей портвейн-рока британского, это просто плевок в лицо. То есть, это нужно собраться. Это другие наркотики еще. Другие наркотики. Не марихуана, не ЛСД. Но это, конечно, музыка не для всех. И Боуе очень повезло, что когда он писал музыку вроде бы для всех, его не принимали очень долго, до 72-го года. А когда он начал писать музыку не для всех, его вдруг признали лидером новых движений. Новая волна это не только New Wave, это музыка 70-х прежде всего. Она тоже, кстати, закончилась там же в 70-х. Следующий альбом поразил всех и прежде всего любителей прог-рока на тот момент тем, что третьим основным участником становится Роберт Фрипп из группы King Crimson, которая прекратила свое существование как раз в 75-м году. И Роберт Фрипп начал записывать сольные работы, начал работать с Боуи, начал работать с соул-группой американской Hole and Oats, с самим Дэрилом Холлом, прекрасным американским вокалистом, клавишником и певцом, автором, конечно же. И как ни странно, он удовлетворился и фолковые распевы. Его любимые девушки были сестры Роучес, такие, группа Роучес просто великая совершенно. И Роберт Фрипп, он до 81-го года, до коммерческой опять структуры, он занимался очень интересными работами, как и в акустическом направлении, так и в электророковом, и совершенно шизофренические работы у него тоже есть, в том числе и с Брайаном Инна, ну и вообще послушать его, как он играет фолк, фолк-рок и с девушками Пола Саймона там и так далее, это интересно. Он там много где появляется на самом деле, Фрипп такой, как бы, теневой музыкант был до 81-го года, ну и Кинг Кримсон понятно, до 74-го, до 69-го. И еще у меня есть первый альбом Фриппа с двумя братьями Джайлз, конечно же, прекрасный, очень стивовый, Джайлз, Джайлз и Фрипп группа была в 68-м году. Короче, их всех немного понесло и может быть хорошо, что они такие полууволенные, если брать Брайана Инна, полууволенные, например, Фрипп, только с точки зрения, что он просто развалил, потому что больше это не работает, после альбома Рэдгруппа развалилась, и они какие-то такие все заново все начинали и благодаря своему возрасту они, как я сказал, приблизительно на 7-10 лет моложе, чем там те же Битлз или Боб Дилан, они, получилось так, что они начали еще в 60-х все, а стали начальниками новой волны и панка, и арт-рока, вот этого не про-грока, не заумного, а именно авангардного арт-рока, который тесно, как я уже сказал, и со звуком, и с видео, и с картинками, и с модой непонятной совершенно, провокационной. и вот выходит альбом Heroes, который является величайшей пластинкой фрипа, на мой взгляд, появился такой термин, как экспериментальная музыка, давно, еще в 60-х он появился, но экспериментальный рок и всякие там арт-поп, вот эти термины как раз появились тогда, то есть арти-шмарти это называли, люди, которые придерживались традиционного рока, ритмон-блюза и прочего портвейна, так сказать, они это, конечно, все не принимали, потому что мало кто решался вообще туда соваться, здесь та же самая ситуация, в принципе, половина альбома это Брайан Ино, но, как я уже сказал, Карлос Аламар принимает участие в композиционном решении, и остается Аламар на гитаре, уходит Эрл Слик, его заменяет Роберт Фриб, Ино остается на звуках, так сказать, и возвращается неожиданно Тони Висконти, который тоже решил впрыгнуть на вот эту дорожку новую, кокаиновую дорожку новой волны, арт-рока и экспериментов. Тони Висконти снова продюсирует, снова подпевает, играет, помогает, потому что Тони Висконти, он, конечно, профи, да, к этому моменту они уже все стали профи, поэтому, наконец-то, они собрались снова. Здесь сразу хорошее начало, в отличие от предыдущего альбома, и оно мне очень нравится, и да, оно всем нравится. это первая композиция, она называется Beauty and the Beast, красавица и чудовище, известная тема, очень жесткая постановка вопроса по звуку и продакшену, но в основе, конечно же, лежит ритм и блюз, фанк, Игорь, ты своими одними буквами заспамил весь наш треп, держался, все переслушаю, давай, пиши нормально, Алса, держался, переслушаю, Владимир Швецов лайкает это дело, Beauty and the Beast, сразу первая композиция, и, как еще раз говорю, несмотря на всю вот эту артишмарти упаковку, но это на самом деле просто такая фанковая, ритм и блюзовая, роковая композиция, и она хороша, и она, конечно же, степ, уже откровенно слышен, опять был перерыв, не секунды, три, конкретный такой степ, и это уже слышно и по голосу Боу, и, в общем, все это легко, при том, что это грязно, и музыка не для... Да, я смотрю, все зрители разбежались, потому что, видимо, обрывы не только у меня, а может быть, им просто не нравится этот период Боу. И следующая композиция это снова объединение ритм и люпза, диско, и фрип увлекся этим делом, и несмотря на то, что он здесь шумит на гитаре, так сказать, как он привык это делать, все это идет, прекрасная композиция, наверное, опять разрыв был, что-то тут происходит, Джо the Lion, то есть Иосиф, Лев, тематика понятна, I like Lion and Zine, еще одна суперкомпозиция с этого альбома, и, еще раз говорю, как-то вот интересно, они с одной стороны ударяются в авангард, но потом сказали, как бы, и, ну, типа, ну, ты посиди, там свои композиции ты, конечно, сыграешь, там надуришь, а мы сейчас с фрипом немножко развлечемся на тему соул-рока, и, как я уже сказал, параллельно фрип записывает величайший альбом Hall & Oates, вообще команда абсолютно соул-рок в американской, ну, они топ-звезды были тогда тоже, вот, и у них были именно мощные хиты, в отличие от, скажем, Boy, который, скажем, стал писать больше альбомную композицию, тем не менее, следующий хит, это клип специально для Паши, и это, конечно, сама песня Heroes, и, опять же, клип ни о чем, но Boy здесь предстает таким из тумана выходящим привидением, гостом таким, это, конечно, Heroes, есть, по-моему, ее разные варианты, потому что мне она коротковата, вот, три минуты, прекрасная композиция, снова там, практически она на трех блюзовых аккордах, то есть, это ритминблюзовая композиция, чистой воды, но в подаче вот этих сумасшедших прог, арт, экспериментал, Павел Котков, Wild is the Wind, да мы уже говорим про следующий альбом, Wild is the Wind, конечно, хороший клип, там показывает музыкантов, хотя это там такое лощеное все, но если ты не слышал версию Нина Симон, убедись, что она гораздо лучше, и это все-таки 60-е, более, так сказать, правильная декада с точки зрения рока, соло, фанка, когда шло восстановление, и все делалось честно, а не от продюсерской подачи и технологий, то есть послушай хотя бы версию, я уж не говорю про оригиналы. Нина Симон, вот уже три великолепные вещи с этого альбома, и на этом все не заканчивается, здесь просто очень много жира. очень необычная композиция, я так понимаю, не всем нравится саксофоны, их тут много, и параллельно фрип играет на всяких своих репертроник-гитарах тоже партии духовых, на самом деле это тоже завуалированная соул-композиция, она называется Sons of Silent Edge, дети, дети немого кино, послушайте внимательно, это как бы с одной стороны арт-роковый авангард, с другой стороны это просто соул-композиция, которая исполнена вот в таком, но я отсматриваю то, что ты накидал вторым экраном, слушай, ну, что имеем, то имеем, мы же здесь посидим только потому, что мы не можем в клубах собираться и делать это уже по-нормальному, вот, другой платформы нет, я уже сказал, я изучил все платформы, все остальное это вообще ни о чем, там всякие инстаграмы, ютубы, зумы, скайпы, конференции, это там туда только по приглашениям, там не будет ни просмотров, ни, так сказать, билетов, ничего, единственная площадка, которая позволяет нам делать хотя бы вот это, четыре, коммента и ссылки хотя бы не банят, вот, меня же на месяц забанили за ссылку просто официальную, я же вам рассказывал, просто прислал клип Can't find my way home, прекрасная песня Blind Faith и все, бан, то есть на ютубе оказывается это разрешено, да более того, Клэптону и Уинвуду, которые живы, это разрешено, а на ютубе ты вешаешь и получаешь месяц бана, потому что якобы там детская порнография, а я что ли рисовал эту картинку? Нет, я вообще клип повесил, я даже, может быть, с телефона я вообще даже не увидел, что там нарисовано, может быть, у кого-то вообще видео отключено, есть люди со старыми компьютерами, знаете, такие есть опции отключить видео и видеопросмотр, то есть ты находишь клип, слушаешь его, вешаешь, ты даже не знаешь, что там за превью, ну такая картиночка там висит, что-то там, там желтенькая, зелененькая, там голубенькая, ну, ютуб, может быть, тоже что-то, может нас забанить за какую-нибудь официальную песню, но я же стараюсь просматривать, что я вам, конечно же, присылаю. И песня Blackout, то же самое, идет диско-фанк, но при этом аранжировка абсолютно в духе новой волны арт-рока, про-грока, тут настолько хорошо, много, и много они, Боуи, прежде всего, конечно, записал, написал, записал песен, что, несмотря на то, что Брайан Ино все равно записал половину альбома, мы находим здесь жемчужные композиции Боуи, и в отличие от предыдущего альбома, здесь все хорошо заканчивается, то есть заканчивается не на композиции Брайана Ино, которые обычные люди, обыватели просто перематывают, так сказать, но типа, ну они не помнят, что заканчивается все на Be My Wife на предыдущем альбоме, а дальше пошел Ино, сольник, вот здесь все заканчивается очень красиво, называется Секретная жизнь Аравии, или Арабии, как хотите, арабов-карабов. Это уже чистый диско-рок, так называемый, фанк, диско, причем звуки здесь, несмотря на то, что это 77-й год, гораздо опережают традиционной фанк и диско, по, так сказать, пластиковости. На этой песне заканчивается, да, кстати, я не показал обложку, но, в общем, если вы здесь смотрите, видите клипы, где он тут «Heroes» — это знаменитая фотография, такая же точно будет и у, была в тот момент у, конечно же, друга Иги Попа, с которым они работали вместе, они помогали друг другу, но в тот момент особенно Боуи помогал Иги Попа, и чтобы вытянуть его из трясины, он играл у него на концертах, и на клавишах, и на гитаре, и тем самым пытался привлечь внимание к личности Иги Попа, потому что после «Студжес» мне очень нравятся первые два альбома «Студжес», третий не нравится, но он один из первых, конечно, панков великих Иги Попа, его сольное творчество мне нравится меньше, но альбомы с Боуи они прекрасны, поэтому, как мы говорим про берелинский период Боуи, это не только шесть пластинок, которые мы сегодня слушаем, а все-таки еще и альбомы с Иги Попом, но еще раз говорю, что на двух пластинках, на Лоу и на Хирус, которые мы только что услышали, Брайан Ина занимает половину пространства, иногда он занимает просто сольно половину пространства, поэтому мы не будем ставить эти композиции, вы сами можете послушать целиком альбом, он доступен во всех форматах, как говорят сейчас. И переходим к следующей пластинке, она называлась «Стейдж», двойная пластинка, вот такой уже дизайн, видите, Боуи же совершенно новой волны, многим, наверное, может показаться, что это вообще 80-е, видите, то есть, в принципе, это уже так выглядели группы в 80-х, да, ну вот, альбом не очень длинный, то есть, меньше 80 минут, тем не менее, здесь появляется уже связь с Фрэнком Заппой все-таки, потому что здесь Адриан Белью играет, который играл у Заппы, а потом с Фриппом они так подружились, что Адриан Белью стал лидером нового Кинг Римсона, который на самом деле являлся сольниками. Фриппа, просто продюсеры сказали, что давайте вот ради коммерческого успеха назовем этот проект с американскими музыкантами, с Белью и с Тони Левиным, назовем его снова Кинг Римсон, народ купит, и народ купил, но это было чуть позднее, в 81-м году, а мы сейчас говорим про период в 77-78. И здесь, в принципе, остается тот же самый состав. Карл Саламар все-таки главный гитарист, но, как мы понимаем, Адриан Белью, он тоже американский авангардист и гитарист Заппы, но он, в отличие от Фриппа, но Андриан Белью, в отличие от Заппы, от Фриппа еще и поет и сочиняет, то есть это мощная фигура. В принципе, здесь уже тот момент, когда не остается ничего от старых составов Зиги Стардеста, тем не менее, композиции здесь есть, есть здесь и Тони Висконти, и одна проблема живого Боуи, Лайф, Боуи Лайф, то есть концертников, в том, что он категорически не хочет играть что-то новое на альбомах концертных. Он выдает старые хиты, новые, меняет их местами, там как-то что-то видоизменяет, но в целом шоу-то было, да, но не у всех же были тогда видео, не все попадали на шоу, а мне вот вообще неинтересно, что там шоу, как бы, я, у меня есть сбор, коллекция DVD прекрасная, но я посмотрел ее по разу, по два, и, в общем, мне неинтересен этот формат, вообще. Вот, дело в том, что этот альбом конечно лучше, чем первый концертный к 74-го года, он записан лучше, сыгран лучше, здесь, бодрее, нету вот этого портвейного налета, что мы уже развалились, а типа, играем, он, конечно, но, опять же, где здесь новые песни, их, получается, что только Alabama Song, и давайте послушаем, что все-таки есть на этом альбоме, того, что является интересным. Он играет старые хиты его свои, и, конечно, главная, главная песня Ziggy Stardust здесь есть, вот послушайте, что из нее сделали уже новые музыканты, но, честно говоря, я не в восторге, гораздо интереснее слушать уже, как бы, то, что он делает, с новым материалом, но, тем не менее, любителям старых песен тоже нужно было что-то дать, потому что не все тогда отвергли Боуи, хотя есть такое впечатление, что многие. Ну и вот она, знаменитая Alabama Song, конечно же, это снова Германия, Германия 20-х, мюзиклы, и, ну, конечно, эта группа DORS тоже приложила 90% труда как популяризация этой песни, потому что они ее записали еще в 66-м году, Show me the way to the ex Whiskey bar, Боуи ее пел и по-немецки, находясь в Берлине, ну, было понятно, что он исполнит что-то такое то, дофашистское, то, чем он так увлекался, театр, немецкие низиклы, кинофильмы ранние, но песня-то про Алабаму, то есть, понятно, что, трехгрошовой опера это, надо попробовать YouTube как площадку для первых импиров, sorry, я пробовал, это не работает, даже если ты ставишь софт, все равно там, а мне нравится Алабама Сонг, и мне нравится, особенно в студийном исполнении или даже у Дорс, а вот вам я дал, и знаменитая песня, знаменитая песня, Five Years этого альбома, если вы помните, эта песня проставилась тем, что она тоже стала культовой и обозначила период пятилетний, был из 69 по 74, и там был прекрасный грув, который придумал Мик Вудбенсе, к сожалению, здесь от этого грува ничего не осталось, такое было задание, видимо, то есть, заново сыграть эту композицию, но целиком вот этот альбом Stage, он прекрасно слушается, здесь есть куча интересных моментов и импровизации, ну и, конечно же, здесь есть и хиты, и, может быть, Белью многое сыграло, и то, что, в общем-то, Брайан Иннот, наверное, на сцене вообще не умел ничего делать, поэтому его здесь нет, но есть его композиции. Такая пластинка, не для всех, потому что многие вообще не собирают концертники. И переходим к заключительной части сегодняшней передачи, уже мы в эфире более часа, час 15, чтобы быть точнее. Выходит, все-таки, самая любимая и самая состоятельная пластинка этого периода, она называется Лоджер, ну и обложка, конечно, здесь трешевая, какой-то весь побитый, Дэвид Боуэй, на виниле просто он разворачивается гейтфолдом, здесь торчит голова, здесь торчат ноги, в общем, пластинка очень шокирующая по дизайну пластинка, читается она вот так правильно, да хоть как угодно, то есть, все кверх ногами. Но по песням эта пластинка самая любимая у меня из этого периода. Это уже 79-й год, последний диск Боуэй, причем это уже он вышел только летом, летом практически. И уже топовые позиции у Боуэй понятны, продажи очень средние, совсем, скажем, не очень, но тем не менее топовые позиции были, потому что на каждом альбоме из этого периода есть, конечно же, хиты, и вот на этом альбоме их много. Я сейчас поставлю. Альбом сразу хорошо называется, начинается Fantastic Voyage. И проблема, точнее, наоборот, прелесть этого альбома не в том, что здесь много очень хитовых, ярких композиций, и переход, выход, точнее, из да, вчера была годовщина неровная, но годовщина выхода этого альбома, 41 год, окажется, что это уже совсем свежая музыка. Здесь все-таки прибрали немножко шум, шум на этом диске сильно прибрали, и здесь уже все, в общем-то, звучит, ну, скажем, ближе к душе, к человеческому отношению, потому что, в общем-то, пришел Тони Висконти, и пришел он серьезно, Брайан Айна, несмотря на то, что он здесь делает просто все, но Тони Висконти здесь возвращается на гитару, на бас-гитару, он все подпевает, да еще и на мандолине играет, то есть, происходит от, от, от луп, вот этому движению, которое жестко очень началось на альбоме Лоу. Карл Саламар по-прежнему в составе, то есть, я сказал, что этот состав все-таки, Фриппа заменил Белью, интересно, да, то есть, как от Эрла Слика переходит к Роберту Фриппу, и потом, в итоге, Белью, потом Белью, это великий альбом из Запой, в процессе, точнее, Запой его раскрыл, Запой, то есть, просто выходили альбомы, некоторые Запой позднее, еще содержащие игру Белью, и никаких таких других изменений в составе особо нет, то есть, все делают здесь уже, скажем, три человека, то есть, это Тони Висконти, Брайан Инна, Боуэй, ну, и Белью, конечно, ну, и Аламар понятно, потому что Аламар сочиняет песни, подпевает, даже вот на барабанах играет, то есть, как бы, такая интересная тусовка людей, которых вообще мало кто знает, мне она очень нравится, и мне очень нравится турецкая песня, несмотря на то, что я не любитель, сразу скажу, исламской культуры вообще, вот эта песня это регги-соу, но абсолютно с такой восточной, если хотите сказать южно-европейской традиции, она называется ясасин, по-русски это будет ассасин, то есть, убийца, киллер наемный, да, ясасин, правильно говорит, Василий, понятно, потому что это, в общем-то, культура-то одна, арабская, там, турецкая, семитская, османская, это все вот интересные Боу здесь подает, но я еще раз говорю, он здесь использует элементы регги, соула, плюс вся вот эта восточная, но не арабская сказка, все-таки османы это не арабы, и они это отдельно подчеркивают, и, ну, ясасин, это по-русски известное слово, а ясасин, соответственно, это наемный убийца, насколько я понимаю, это на разных языках, целая была каста людей, которых нанимали киллеры, короче, здесь, правда, написано, что турецкий перевод это long live, то есть живите долго, может быть, я что-то путаю, наверное, я что-то путаю, или, может быть, есть два соседних значения, поправьте меня, я запутался, и здесь главная моя любимая песня Боу, и вот клип совершенно провокационный, его целуют мужики зачем-то, праздник, конечно, праздник фанка, рока и Адриана Белью с Карлосом Аламаром, она называется Ama DJ, Василий Матылец пишет Гашишин, так что, раза ассасин, это не тот, кто, или это другое слово, переведите мне слово ясасин, тогда с турецкого, что-то я вообще не понимаю, и так вот, один из ранних клипов, прекрасных, вообще, клипы появились только там в 70-х, вот как раз, может быть, из Дэвида Боу и других артистов, здесь уже конкретно такой мощный клип, Дэвид Боу и диджей, мне это близко и понятно, крутит винил, и что происходит, когда он становится звездой, выходит на улицу, и вот это вот заигрывание снова провокационное, там целуется с мужиками в обнимочку, параллельно выпивая, ну, прекрасная штучка, ну, одна из любимых песен, в общем, Боу и в любом случае, и еще один клип великий, и мне нравится песня, И снова любимый рисунок Deep Purple типа You Fooled No One и другие композиции в таком ритме, как вы знаете, это Look Back In Anger, да, вот уже Павел Котков, это тоже, по-твоему, фанк, как ты говоришь? Нет, это как раз то, что у Deep Purple появилось сочетание ритм и блюза, здесь, конечно же, латинское движение, там, это никакой не фанк, а корни растут здесь от латины, ну, ритм и блюз, конечно, тоже есть, но ассоцииируется сразу с Deep Purple типа песни You Fooled No One или Red Bad Blue, вот такая вот прекрасная композиция, мощная Look Back In Anger, всегда была одна из самых любимых, но и клип здесь прекрасный, правда, клипа я никогда не видел, всегда только ушами все воспринимал, и вот по-прежнему слово с Assassin мне сейчас надо разобраться откуда у меня в голове другой перевод а синглом здесь помимо этого альбома и у меня есть эти синглы и все-таки главным синглом становится boys keep swinging это последняя песня на сегодняшнем в сегодняшней передаче бое возвращается музыкой в рок-н-ролл в ритман-блюз это ритман-блюз рок-н-ролл бои возвращается снова в начало своих семидесятых в глэм но здесь опять же элементы есть фанка соло и вот эти пронзительные гитары белью и конечно же коралла саламара и это большой хит прекрасная сорокопятка надо разобрать вот там на балконе видите вот там коробки лежат вот там это все синглы у меня их более 4000 штук они вот так на морозе и на жаре стоят я может они уже там превратились в кашу я не знаю там у меня более штук 40 синглов есть они по-другому звучат там другой микс они лучше обычно звучат особенно из американские конечно оригиналы иногда они укороченные версии иногда удлиненные иногда вообще другой микс но в 60-х это еще и моно было то есть как бы символ имеет свою ценность во всех отношениях плюс дизайн они часто шли без обложки но бывало что и были обложки но если вы думаете что у вас есть обложка и она везде выходила это неправда пласть диск с обложкой стоит три раза дороже чем диск без обложки но большинство выходило все-таки без обложки 99 процентов синглов выходили в общей обложке где было просто написано rca rca там красненькая желтенькая там простейший дизайн стоит там меньше доллара в штатах ну в британии кстати кстати в британии ведь это сингловая культура у них не было ни денег и потом они довольно прижимистый народ я как уже сказал что там только сингловая культура альбомы там покупали почему такие бедные продажи он даже у английских звезд за исключением led zeppelin и pink floyd две команды которые выбивались всегда все остальное продавалось синглами потому что в штатах вот это был альбомный рок потому что у pink floyd практически не было синглов хотя я их себе перечислял в передаче про pink floyd и первым их хитом практически сингловым стало у pink floyd вы знаете только надо break in the wall это был уже 79 год но у led zeppelin вообще есть такая байка советская портвеннистов что это крутая группа они никогда не выпускали синглов в том что такой чушь в штатах выходило полно синглов у меня есть японские синглы led zeppelin с обложками вот это какая-то полная чушь по поводу конечно же led zeppelin были на синглах в британии не было синглов это другой вопрос но британия не определяла продажи вообще никак это маленькое государство которое прижимистая и как раз покупала синглы поэтому как вы сможешь на продаже давида боу думаешь так как-то на просто он растут там продал в сто раз меньше там пластинок чем элтон джон или там группа иглз или там тяжело депеля на припинг флой да вот так потому что штатах покупали отбои ждали синглов парадокс но в то же время все сходится и все это видно на руках как бы все это есть итак мы завершаем сегодняшнюю передачу вот этим замечательным клипом пошли уже клипа видите их станет больше завтра уже будут мы завтра говорим о периоде покупайте пожалуйста билеты welcome please all she blift for favor завтра мы говорим о периоде который принес еще больший успех боу и закрепление его как одного глава кружится и закрепление его на таком я бы сказал фундаменте того что он один из главных музыкантов не только рока но и прога не прога арта но и в том же и новой волны и конечно же ритм и блюзу фанка соула и вот с таким он настроением входит в 80-е оставаясь на rca до 80-го года но потом его великий период для компании и май америка это все тот же капитал просто и май не могли продавать свои пластинки и в америке поэтому был создан лейбл под либерти под распад юнайтит астри артист про это я завтра расскажу подробно и объединение великий лейбл и май америка еще раз говорю на котором боу и выпускает четыре пластинки это завтрашнее скорее еще завтра будет скорее мута серверсей потом конечно let's dance tonight лабиринт и never let me down то есть четыре альбома плюс не надо забывать с пэтом матини у них есть фильм фэлкон и сноумен я его смотрел там играет вот ваш любимый культовый актер который играл по моему в этом в в твэн пикс по моему там играет прекрасный фильм шпионский про советский союз и про америку и там боу и принимает участие у пэтом матини на альбоме песня знаменитая this is not america this is not a miracle this is not america this is not a miracle звучит одинаково вот и эта песня она она одна она у меня отдельно есть на сингли но есть и альбомы есть и макси сингл но она одна из главных композиций боуи тем не менее так что иногда приходится покупать не только сингл но и макси сингл а интересно что он а что там еще и на альбоме как она звучит у нее разные версии опять же и клип там есть ну и фильм не вам с этим советую посмотреть фэлконом и снова на две кликухи цей рушников один из которых стал работать на ссср фильм очень хороший очень хороший абсолютно не популярный и не попсовый фильм называется фэлкон and the snowman фэлкон это ястреб по-моему да я в птицах не очень ястреб на руке кого там сокол нет сокол или ястреб кого вот наши держали раньше нас руки с сокола там ястребы наверно сокол основу мину понятно то есть это снеговик это две кликухи 2 церушников так что вот такой период мы сегодня обсудили очень интересный разнообразный от фанкового практически альбома практически фанкового альбома сова альбома young americans немножко мути началось уже на station to station соколиная охота ну да фэлкон я говорю еще вообще не разбираюсь птицах там какие-то есть там подвиды наверно сокол прав лишь фильм так себе это по сравнению с каким-то хитами я его посмотрел с удовольствием он немного занудный но и мать тине там хорош со своей музыкой да и вот это да мне понравилось просто подачи вот он конечно это не это не не произведение искусства но фильм очень хороший на мой взгляд ястреб хок да правильно да я я извини конечно я должен это знать что я по-английски это понимаю картинку вижу но вот в русском языке я ни разу я вообще боюсь птиц даже даже вот этих которые попугаи домашние у меня какая-то вот это орнитофобия или как она там называется я не люблю птиц я даже от голубей то в амстердаме они там садятся на голову срут там везде я всегда голубей даже боюсь а когда вороны там с сороками налетают до сокол спасибо огромное про и сасин расскажи мне пожалуйста разы ассасин это не наемный убийца я с ним голод помню с дыне в красивый фильм с кем с вот с тем актером я не знаю имени потому что я не смотрел этот самый немного занудный спасибо дмитрий с удовольствием послушал до завтра будет гораздо веселее передача и скажем попроще для тех кто все-таки не любит то что сегодня половина альбомов все-таки как я сказал это брайан и на половина музыки но боуэй становится посмотреть стоит несмотря ни на что я вроде так и сказал просто я для меня это очень хороший фильм потому что он не максим боуэй не играет falcom and snowman там его знаменитая песня одна из его лучших песен но она просто выходила на другом лейбле и ее нет ни на одном альбоме поэтому начали покупай сингл либо покупая саундтрек у у меня есть и сингл и инструментальный сингл и макси сингл там очень интересные штучки и сам альбом от матине куплю то что я практически все пластинки под матине групп собираю то есть жирная штучка я не про актерские роли боуэй это отдельная тема при пире постоянно прерывается и вот постепенно люди исчезают я сосед на пластинке перефон так делись там написано что это он лонг лифт то есть как бы лихаем а мне казалось что ассасин это другое слово да значит я сосен я разберусь с турецким из с языком постараюсь я пропустил буду пересушивать подряд но эти сразу скал максу здесь будет да потом здесь будет много неожиданной музыки она тебе может понравиться это брайан и но и всякие германские электронно шокирующие дела но на каждом альбоме есть по три да нет по 4 5 6 композиций которые прям рок 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 да еще из фанк 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 и так далее да здравствует да нет я понял но мне ассасин это раза не убийца наемный я вот и мне просто скажет да или нет да я уже потом сказал что я ошибся просто это я ассасин и ассасин это разные слова разные слова лонг лифт да да здравствует но он не в рок-н-ролл как пел дел спасибо всем огромное еще раз напишу свои данные я уже чуть запутался где мне все лежит вчера вообще была ошибка покупайте билеты у меня есть но на первом из берлинский или мир раздражал макс значит мари на первом я уже сегодня сказал ты опоздал конечно на первом на лоу и но реально раздражает this is not america был на переиздании tonight в качестве бонуса все правильно потому что это и мая америка ну то есть лейбл один разные слова лёш спасибо большое я почему-то бы как дурачок было уверен что он поет стебова про убийцу ассасины это убийцы да да все я пи я перепутал арабов семитов с турками извините извините я правда оговорился что это разные что турки это не ара они арабы и они на этом настаивают что это османы и вообще они как уландин вот турки это некий не кочевые арабы к семитам никакого отношения не имеет вот дачи и сасин это наоборот это не убийца это лонг лифты да здравствует долгие лето по-русски вот долгие лето спасибо огромное вот видите какие вещи бывают я тоже все пропустил макс кузнецов так что про следующий ты не договорил что про следующий завтра еще раз говорю прям завтра уже практически сегодня у меня максу я договорю можно сначала на конец пошли толковые серьезные толковые дела людей которые опоздали макс уговорю значит макс лоу в этом плане самый слабый альбом и по песням и пока по количеству брайан и на на heroes уже полный фаршмак там полно твоего любимого жужжание гитары в виде роберта фрипа и там последняя песня хорошая там уже кстати про аравию появится the secret life of arabia то есть секретная жизнь аравийских стран и арабов и полуострова кстати их уже сейчас полтора миллиарда в мире вот арабов два миллиарда только мусульман это уже не арабы там еще куча всяких индонезий которые в два раза больше по населению чем россия наша великая и так далее потом вот и третий альбом я только что о нем говорил этого периода это уже совсем прекрасный альбом это лоджер не смотри на обложку чудовищную еще раз покажу вот этот альбом это как шок но здесь есть четыре композиции которые мне очень нравятся это шедевр но все-таки ино здесь доминирует и в продакшене и в его по так сказать количестве присутствия на альбом она здесь все-таки заканчивается все хорошей песни и начинается сразу с двух трех точнее четырех здесь вообще четыре песни можно подряд это лучшее то что сделал и но и мне здесь статьи и про шнайдера нравится композиция вид виду шнайдер а вот этот альбом уже и уже и продакшен здесь тони висконте взял все свои руки обратно и здесь уже просто супер песни фантастик watch выделяю я сосен конечно да 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 я сосен что же я дурак-то такой старый диджей лук бэкэн энгер boys keep swinging это мастер и вот если макс ты любишь это коротенький концертный альбом и он просто интересно как они уже в другом составе то что здесь нету ни на не не фрипа а уже а белью это музыкант king crimson в конце франк запа его открыл на сцену вылез калу франку можно я полобаю с тобой вот так и появился белью все так было в 77 году и да вот эти четыре альбома мы сегодня смотрели в общем это пять пластинок и не забывайте про и гиппопа его альбомы продюсированы написано сбои как я уже сказал он на выручал и гиппопа тем что выступал у него на концертах в качестве клавишника там бэк-вокалиста и даже гитариста просто чтобы поддержать его чтобы типа сегодня будет и гиппоп кто это типа да какой-то урод да зато с ним дэвид боу играет но типа того я упрощаю конечно вот red sales был хороший бонус к лоджеру у меня нет у него к лоджеру никаких бонусов но red sales же есть на альбоме что-то у меня у меня вот эта коробка лишь ты пропустил тоже я купил эту коробку уцепил в 2013 году у тебя есть такая коробка называется цайт red sales я только что ее видел на концертнике что ли а я перепонят red sales же есть здесь почему бонус то почему она бонус то здесь и red red money есть red sales она мне меньше нравится кто она дима снова ссори за автоп я вчера послушал аутсайд это огонь я знаю прекрасно наизусть альбом аутсайд и кило конечно аллоу спа из балла и вот это вот как не акцент я тоже помню потому что это была одна из немногих пластинок которые я первые сразу купил как дурачок на компакте и решил что типа там будет жир так же как и по-моему девушка игре 95 96 год вот так вот 93 я купил позднее потому что не было его предыдущего альбом это период на аресте там мне не устраивает там не продакшен не песни не вот этот вот industrial hello space boy вот это она у спать бою это нам да нормально не на лесная не на она даже спать что бой лучше по мне я хочу больше не хочу месяцать почему 8 мне даже случайно из интересно где тут валяется у меня в пыли валяется мне как-то пришла посылка с amazon а 3 диска я ничего не жду с amazon а на компактах я им написал говорю а и там а какой-то моднейший буквально вот последний альбом пэтшоп бойз у меня нет бонусов лёш у меня только бонусы если есть то надо смотреть на символов у меня 40 штук символов бои но вряд ли у меня такие редкие есть но у меня точно есть boys keep swinging и другие основные хиты с того периода и конечно же практически весь альбом scary монстр на символов надо смотреть там много интересного на бисайдах как-то сам понимаешь я честно сказать не могу потому что вот лишь коробки стоят еще раз говорю это все синглы их 4000 штук их надо разбирать куда складывать я не знаю я достал тут вчера deep apple кстати ковырялся тут вчера и обнаружил что у меня такие вот есть крутые вещи английские оригинальные синглы в идеальном состоянии не альбомная не альбомная песня black night или там вообще самые крутые синглы ранее еще на тетраграмматоне это уникальные вещи у них немного но я их оставил пока но в общем они никому здесь не нужны кс если кто не знает как выглядит deep apple ранее настоящий так сказать deep apple вот когда вот смотрите это 70-ый год и не альбомная композиция black night который стоит всего альбома ну просто ковырялся и вдруг вываливается кучка там игл все синглы и deep apple а у кстати мне их даже два кто-то наклеил смотря одинаковых кто-то наклеил бабочку а вот хаш как выходил это был хит в америке кстати в англии никто не знал про deep apple а америке уже такая пластинка выходила хаш в идеальном состоянии вообще как новая макс твоя ровесница вообще никто и здесь моя любимая песня еще deep apple one more any day в идеальном состоянии видите пластинки 52 года но до меня ее просто никто не слушал уж я купил дорого и новую и я послушал я один раз они даже не мыть не надо то есть ставишь и на 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 супер принципе что все что нужно узнать о раннем deep apple вот на этой пластинке есть а а вот смотрите как-то тина тину тюрнер они как поют deep apple на чудовищное исполнение но это знаменитая песня river deep mountain high fit филоспектр все дела хит филоспектра тоже это уже за второго альбом deep apple sin на символах и так тут а мне кстати не все синглы у меня же было еще куча сберна то есть где-то все валяется это надо все искать но сингл это отдельный жир и звук там совершенно другой и если он не проигрывался сингл а я такие стараюсь не покупать если он не проигрывался в джук боксе то там все по-другому во первых это 45 скорость во вторых надо уметь настраивать проигрыватель под сингл то есть надо менять длину тонарма в любом случае и так если кому интересно обращайтесь я все расскажу и синглы beatles особенно американские моно синглы но естественно не все моно beatles они звучат не то что по-другому они просто назначен звучат на порядок лучших альбомов даже американских хотя проект продакшен вроде бы они тут же и они громче еще два раза звучат то есть показатель шум как там шум звук или что там шум а сигнал шум будет по-русски сигнал шума показатель на синглах он гораздо лучше то есть понимаете да то есть вы ставите громкую головку ставите сингл длину тонарма до длину тонарма можно менять если у тебя нормальная аппаратура они то что тебе предложили твои ребята которые барыжат хаэндов и прочее говном длину тонарма можно менять за счет шелла там есть дюйм у тебя я тебе потом расскажу просто если ты математику хотя бы чуть-чуть знаешь геометрию то тонарм ходит так и вот это показатели которые некоторые за деньги знаете любители хаэнда у них с головой совсем плохо они ни физику не математику не изучали они у них есть такие за деньги покупают шаблон чтобы найти центральную точку так это я могу на глаз мотив на могу найти центральную точку потому что но нарезка то пластинки идет не по всей дорожке а мы иногда вот так иногда вот так и вот они ставят что у них вот вот здесь центр а то что вот здесь до лейбла еще вот столько они типа не понимаются так вот сингл все нарезано вот здесь значит что нужно делать станарму вот звоните я вам расскажу то есть если у вас нарезка пластинки вот такая значит скорее всего вам нужно чтобы минимальная потеря была чтобы угла не было вот здесь а если сингл нарезан так то вам нужно чтобы у нас был так это можно сделать только изменением длиной тонарма поэтому в шелле где у меня что валяются вот шеллы видите да это кстати головка benz моя старая винтажная головка самая дорогая лучше меня головка здесь меняется длина тонарма видите вот это расстояние так вот под каждую пластинку у меня есть и под каждую не с 10 дюймовые 7 дюймовые и 12 дюймовые можно менять вот эту длину тем самым корректировать у меня вообще есть два этих тангенса там все по барабану там все идеально проигрывается но здесь можно менять легко длину тонарма но на дюйм это я начну наврал наверное здесь сантиметр может быть 2 пол дюйма наверное 12 с половиной и 2 миллиметра но 60-х на символах очень часто были дали уж но не только 60 что он анджи павел катков прежде чем заниматься винилом надо все-таки хотя бы чуть-чуть знать азы еще раз говорю вот если у вас правильный правильная система дома то должен быть вот такой желательно японский или какой-нибудь американский сделан из правильного материала и здесь вот есть пол дюйма пол дюйма это один двадцать пять и четыре там идет можно ну то есть это 12 миллиметров можно контролировать длину искажений теоретически поскольку у меня головок это на этих штук 40 можно вполне под каждую пластинку ну замерить поставить минимальное количество искажений поняли да и никогда не покупать ничего где написано high end или в салонах никаких вот этих настроек за деньги это точно покупать нельзя потому что это можно бесплатно а главное это применять глаза и хотя бы немножко мозг вспомнить чему вас учили в школе а поскольку я в математике был не силен но зато я силен очень в черчении в архитектуре и так далее я четко понимаю как работает эта система если кому интересно расскажу вы сэкономите деньги время и качество улучшится так вот для синглов нужно абсолютно другой тонарма настройка тонарма головка и поворот иглы не обязательно ставить вот так параллельно можно поставить так и так и надо понимать что с этим происходит очень но все это делается только на глаз и смотря какая пластинка еще раз говорю у синглов нарезка не вот такая широкая только в конце значит сами понимаете что при делается при простом тонарме поскольку мне еще два проигрывайте линейных который ходит вот там там все равно там нет ни искажений им плевать прикривали на пластинка нарезанной или нет есть обычный вот такой тонарма если лайнер то есть тангенс конечно нам всем купить тангенс дорогой но их очень мало это единицы и они все 70-х начала 80-х годов паша виктор это прекрасная фирма прекрасные они столы выпускали так называемые отдельно моторы даже виктор можно поставить в коробку сделать самому и это просто прекрасные моторы отдельно купить тонарм но это это слишком много у этого нет аудитории паша потому что барыги high-end впаривают людям какой-то говнище вот уже на протяжении я знаком с словом high-end и салонами в течение 92 года как только первый салон появился на покровке это абсолютная чушь и все это какое-то китайское или сделанное в европе якобы сначала в англии потом сказали что это австрия потом выяснилось что это чехия а потом просто выяснилось что это китай это изначально параша который никого отношения не имеет ни к звуку дыр дизайну и тем более это все сделано там на коленке обратите внимание все эти project и и вот это вот все вот и даже там дороже реги и вот это вот просто вот у меня у самого было две реги 1 под названием rega другая подороже над купил у них это просто детский сад лучше купить советскую вертушку у nitro не советскую польскую польско-советская вега там 106 206 она гораздо более точно настроена то что это копии хотя бы аппаратов европы 60-х 70-х хоть там и пасек что прежде чем заниматься павел винилом и убивать его это портит себе слух надо полностью настроить аппарат для этого надо либо приехать ко мне с этим аппаратом либо вызвать меня но желательно пару своих сотрудниц как они помощников ассистентов вызвать окей за разговорились это хорошо в итоге полтора часа поболтали еще раз покупайте билеты расскажу про винил и подробнее про сингл и про другие размеры еще раз смысл в чем когда вы ставите сингл один раз и популярно вот сингл да он маленький пластинка вот такая пластинки центр где-то вот здесь у каждой по-разному смотрите на не на нарезку дорожки и потом можно позвонить мили и пообщаемся я вам расскажу если сами не понимаете а этот сингл он он находится уже у шпинделя то есть вот здесь середине то есть у него центр находится вот здесь а вовсе не здесь как у винил у гиганты да то есть вы понимаете для этого должен быть разный подлиннее тонарм чтобы сэкономить разная головка разное давление головки то что здесь нужен только шар только три грамма трех граммов то есть чтобы это звучало чтобы как у нас говорит один знакомый чтобы мясо от костей отделялась чтобы чтобы был рок я никого не хочу убивать это просто настолько очевидно если у тебя хоть чуть-чуть мозга осталось ты никогда на это не купишься просто тебе рассказывают подруги вот то есть это это первый момент но про высоту тонарма это отдельная история ее можно регулировать не только высотой тонарма но также пластинки все толщи по толщине разные еще маты понимаете да то есть ответственно теоретически если вы совсем high-end то под каждую пластинку надо приблизительно подбирать и мат разный матов я тоже собрал штук 10 разных там дарю их хэн ты да да ну ты стебешь скажешь тебе все не интересно что ты же не пластинки это их слушаю я это все давно изучил спасибо всем огромное завтра слишком много людей убивают хрен мифа в интернете а я лишь ничего не давай я сейчас счет не то сказал ты 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 вот ты технический человек работаешь на заводах высокой техники я неправильно что-то сказал ты понимаешь эту систему или нет маты это да я помню кто-то раньше говорил что типа лишь ответили я нести а ты не стебешься нет никого выбирать убивать не собираемся но просто чтобы хотя бы свои не накалывались свои мне плевать что там происходит кто как страдает шизофрении а на самом деле я просто знаю людей которые сами над этим смеются но продают это то что сами они конечно этим не пользуются особенно мифы про современные пластинки про какие-то английские пластинки которые вообще не звучат и оформлены как хрен знает что еще кто-то про японские пластинки говорят где вообще другой сделан мастеринг который как очень с компакт диска записывали уже семьдесят пятом году вот так что я насчет идеи программы я гуманитарий к сожалению но я не совсем гуманитарий потому что я все-таки и высшую математику изучал и чертил с детства и сдавал экзамены в архитектурные институты еще один вуз который изменил название и когда-то я соображал но в общем-то голова то у меня соображает убийство митов это все-таки негатив и я и говорю это никакой я вам просто рассказываю если вы слушаете кто служит винил не ведитесь вы на всю эту херню просто головой то подумайте просто надо купить 10 разных головок 10 разных шилов ничего менять не надо по выставить по под каждый так сказать размер пластинки разделить их если вы собираете синглы или 10-дюймовки там совершенно другая настройка я могу все объяснить популярно но но не вот сюда потому что как я сюда проигрыватель повешу значит могу сделать чертежи или там какие-то рисунки легко спасибо огромное еще раз присылайте пожалуйста билеты и завтра встречаемся в 6 часов ориентировочно может быть в 6 15 чтобы паша там мог побольше поговорить и наверное самый крутой период боу и перед его уходом в странные дела это период восемьдесят и восемьдесят до восемьдесят седьмого года один альбом на россии великий альбом да нет никакого хаенда паш есть стандарты хай-фай и рио американская ассоциация звука который существует еще с самого начала появления стереозаписи в пятьдесят восьмом году тебе спасибо лишь я вот с ассасином конечно ошибся надо было сразу мне все верно меркуешь вот еще один кстати высокоточный техна лишь тарас познакомься дюран урбан мой старый друг из нидерландов тоже родом как и я в общем до 2 грамотных человека которые по моему не слушают оба винил но соображают точно до 18 15 завтра либо один альбом на rc великий scary monsters and super creeps и потом конечно четыре альбома на яма и америка которые принесли новый успех бо и и в общем он убийство хэнд эта тема любители винтажа я не говорю слова винтаж ни разу у меня есть винтаж и был винтаж и остается на дачах разбросанный умирающий винтаж но я просто хочу сказать что есть такое понятие качество студии качество хай-фай качество оригинальных прессов надо читать надо слушать ушами надо разбираться в матрицах в переизданиях поддерживаю нет никого хаенда виталий я это все видел собственными глазами я работал в этой системе я подальше от них всегда держусь единственное спасибо им за то что вот у меня до сих пор мойка стоит виниловая прямо вот здесь вот на чем я смотрю ставим видео который я купил в хай-энд салоне и тогда она стоила всего 60 650 долларов сейчас нас тут гораздо дороже это made in usa конфигурация не менялась 83 года и она работает до сих пор хотя я тут и бузил и выпивал иск и на нем тысячи пластинок вымыты тысячи без привлечения десятки обыскал тысяч я для друзей мой она до сих пор работает то что это сша 83 год вот на этот от этого будем отталкиваться не слушаю да и лёша не слушает вот а вам бы надо слушать то что вы же технари вы сразу поймете разницу вообще принципиально в звукоизвлечении в продакшене в ощущении главное душа на цифры то я сам слушаю много цифры у меня более пяти уже по тысяч компактов но это просто потому что иногда хочется изменений но разница вообще принципиальная там нет действительно никаких показателей просто аналог и не аналог это вообще разное то есть я вот сейчас говорю микрофон у меня идет аналог я слышу аналог потом я слушаю на записи мне кажется хорошо как звучит лучше чем когда я говорил особенно когда играешь потому что же это же цифры ты понимаешь что а вот она включилась и компрессии там айфончик поджимает а вот тут уже вот совсем не айфончик поджимает не слушаю да я просто поясняю что эту тему активно двигает любители винтажа лишь винтаж тоже бывает разной любители эти винтажа впаривают всякое говно на пасеках европейского производства ты как человек технически должен понимать что любой пасек и любой аппарат у меня же два топовых аппарата есть тангенс тах любой пасек это всегда кривой звук то есть все аппараты у которых нет кварца двигателя директ драйва это просто не точное воспроизведение из тебя есть музыкальный слух то там вот эта дрочка в течение а мы слышите тебя в цифре да я тоже я потом она включая думал как сладко заливает вообще а такой голос а когда сидишь играешь для вас думаешь говно какой-то потом мне прислали на там клип сделали новописи кайф муж какой ну понятно это а есть а если инструменты все цифровые то надо пользоваться только цифровыми инструментами не выдумывать никакой винил я еще помню было разводила когда появились компакт-диски многие любители опять же винтажа а вы знаете что я делаю это качество не от бедности от глупости я горит компакт переписываю на кассету и звук становится аналоговым я вам серьезно говорю я поскольку сам тогда переписывал с компакт-диски я говорю просто вам звук говно вы установите вот как кассета производит там со всеми ограничениями есть еще продавцы винтажной японии на 100 вольт да я я не продавец я покупатель этой техники пожалуйста покажи мне у меня вся японская техника вся на 100 вольт потому что только там есть качество настоящее и мне лично дима фланжер делает все абсолютно переходники они очень недорогие у него недорогие но это вот такая дубина по несколько килограмм весом со старым советским военным трансформатором чтобы правильно он все да там до самого цента до герца до вольта его вольт в вата и дюран-урбан ну ты же тоже как лёша вы же работаете в высоких технологиях там заводских все должны тему знать о чем тут объяснить то так вот что вольт это японцы делали для японцев у меня и гитары такие это совершенно другое качество это выпущено на несколько лет раньше сделано для для своей нации а у них высоко мнение побольше чем извините у евреев и американцев это они то ладно это быстро отдает а японцы это имперская нация с другой планеты поэтому когда ты берешь японский аппарат 77 года вот у меня усилитель двухблочный стоит когда смотришь как он сделан внутри как он звучит и вообще там уже и здесь уже есть микрофон для караоке у меня с реверберации в предусилителе и когда ты его просто разбираешь там нет ни одной пылинки у меня так такие же аппараты ни одной пылинки материалы все абсолютно без без всякой этой самой статики все современные пластинки и современные проигрыватели начиная с 90-х годов они все у всех трещат фонят потому что это из говна уже сделано как и автомобили современные но нет европейского чувства ритма играть они не умеют японцы музыку но с 70-х годов они научились производить топовая аппаратура а у меня был усилитель не так давно кстати кен вот японский 69 года уже на полевых трансформаторах ты бы слышал лишь как он звучит и там как сделано все тогда еще не было лампочек ничего только ручки и кнопки типа p2k включил выключил вот только такие надо использовать то есть у меня на усилителе на ламповом стоит только два переключения то есть один одно положение 2 если ты стоишь 3 звука уже не может быть сами понимаете то что там нужен тумблер когда звук проходит через тумблер звук уходит то есть весь звук зависит от качества вашего тумблера и после этого неважно какие у вас как хаян колонки и провода полевых транзисторах а что я сказал на полевых лампов джасу японца вполне но не как роботы играют да но китайцы скорых обгонят но в аппаратуре они достигли точности и слава богу что они не лезли они всегда четко действовали велика по как и в автомобилях они всегда копировали американцев а это единственная нормальная технология как и в компьютерах так и во всем остальном а то что они там с голландцами с филипсом который я очень кстати уважаю сделали видеомагнитофоны и компакт-кассеты как вы знаете в сша видеозапись появилась в пятидесятых и когда вы смотрите матаун записи а также с шоу и с и эда салливана и и вы смотрят там выходит ваши любимые там rolling stones и вдруг они живьем как-то поют там всей дорс и прочие и негры там матауна они поют типа живем а где микрофоны а почему такая хорошая запись а почему европу смотрим кинофильмы они так до 70-х с ними да потому что это уже видеомагнитофоны были не в х с видеомагнитофоны с пятьдесят пятого года в сша видеомагнитофоны да да на пленочку на пленочку писали просто не было вот этой кассетки педерастической вот и все а уж говорить о том сколько форматов было там на компакт-кассеты сша помимо картриджей я специально смотрю программу передач это просто невероятные разработки там были сороковых с тридцатых годов есть один чувак в интернете на ю тубе забыл как его зовут я смотрел всегда передачу он рассказывает про старые забытые форматы он их собирает чинит ремонтирует и потом заводит это просто это это космос какой-то когда там в конце когда в конце пятидесятых сразу выпустили пять-шесть видов подобие компакт-кассеты который появился гораздо позднее нтсс это провал я согласен нтсс это как мир кто-то рассказывал что это черно-белая картинка просто раскрашенная как сейчас как черно-белая картинка но я не жаловался у меня вот есть 9 еще старые они и нтсс и пал но я чё-то честно говоря не замечал так прям что совсем криминально но я в америке не был там телевизор не смотрел да и здесь я его не смотрел с 80-х годов но знаю что в штатах уже было стереотелевидение и очень круто крутое качество видео олдовое и они это продают за деньги молодцы этого в ю тубе бесплатно не найдешь но только кто-то там через левые страны или левые айпи удается вот эти клипы которые мы видим в том числе и богу я кое-что вешал пиратское они молодцы они все эти там шоу джонни кэша с это салливана и прочие с 1 лайф и шер шоу великолепное шоу они все это за деньги продают и правильно делают вот я вам сейчас выложу снова кристофера вокина то никто не знает его главный хит вы знаете вокина сегодня у паши шоу разговор это великий клип и его разрешили хотя он такой на грани фола он не запрещен вот этот клип посмотрите кристофер вокин этот вот про колотушку запрещен потому что он видимо очень популярный и но такой как бы всем понятный а здесь вот про южные акценты и про на горбушке кассеты нтс и котирова сколь и плюда лёша я помню то время у меня был хай файс ты помнишь про а ты не помнишь 90 мы с тобой познакомились в каком году у меня были всегда хай фай проигрыватели и действительно нтс и выполненные кассета лучше сделано и пленка там лучше потому что ампекс и как мне паш что-то сказал не паша начали уровне сказал что это кстати русский разработал ампекс качество пленки и rc ампекс и скотч это даст тот самый скотч который которым у нас называют вот вот это вот это все тоже на разработке сша и русского человека который почему-то понятно почему свалил в америку и когда ты берешь американскую кассету в руки после этого даже 9 вот у меня есть штатовские но после этого евроиздание они у меня тоже есть это просто как трэш абсолютно так же как и пластинки так же какая аппаратура так же как на самом деле автомобили но я не автолюбитель говорят что и там что-то много жрут так ну и пусть жрут зато можно винил послушать в автомобиле холодильник поставить и все это 30-х годах уже было кондиционеры ампекс русский делался правильный михаил я так сказал и скорость пленки да а я ведь еще знаешь что лёш пробовал на видеокассеты у меня был хай фай player со входом и выходом если кто не знает видео есть и хай фай видео мы пробовали записывать пластинки прикольно получается но там единственное там нельзя контролировать особо вход-выход но поскольку у меня были пульты всегда приличные сейчас кстати у меня нет пультов потому что я ну цифры пользуюсь мне 2 2 студии дома там же серьезные технологии pro tools и вот сейчас вот я все-таки купился на эту logic про у меня на двух компьютерах стоят две студии а раньше такого не было но у меня поэтому были пульты через пульт из записывать можно все контролировать михаил лисюк понятовский да я вот думаю какой-то у нас был недавно кто ли политик пиантковский что ли или понятовский но в общем неважно наш паренек тоже видите есть чем гордиться мы сегодня рассказывали про я рассказала вы тоже знали про это дмитрий тёмкин есть мой тезка мой тезка кстати майкл болтон которого я терпеть не могу он тоже михаил болотин вот но это не совсем русский вот вот ну и так далее русских там полно и боб делом с украиной у нас до нтс интересная была система кстати даже интересно сейчас мы с лебедевым смотрим он показывал я теперь не знаю вообще при эти 9 не доставал на лет семь восемь-десять у меня есть роскошное издание я покупал еще по 30 когда долларов они были прекрасно говорили да было мнение что на вхс звук писался записывался лучше чем на среде среднестатический кассетник музыкальном центре безусловно лишь если музыкальный центр безусловно просто это очень дорого мутно если тебя нет дома профессиональных навыков а мне они были потому что я музыкант ты просто не сможешь это нормально сделать и потом там нет контроля нет третьей головки у меня дека вот последняя была которой я ее подарил дюран урбан александр понятов но я думаю что он на самом деле пониятов от известной фамилии поният конечно но в общем перевели как понятов ну не знаю дюран урбан все культовые автомобили и вот вот у меня все что сделано в сша работает до сих пор и все культовые автомобили они исключительно американские вовсе никакие не mercedes и даже не toyota хотя понятно что toyota это дешево и сердито гитара у меня тоже yamaha и таками на меня есть японские и японии до японии как я говорил но они куплены уже по другим причинам это до того как ямаха еще была ямаха и она принадлежала компании nippon а также у меня топовый производитель я очень люблю diatone это mitsubishi да да они производят не только автомобили конечно же кучу топовой аппаратуры в том числе лучшие колонки усилители и топовый плеер вообще всех времен и народов это lt1 он продавался только в японии про виниловый проигрыватель линейный там а там настолько уровень высокий пайки что там нет ни одной да лёшка как раз меня опередил американцы промооборудование перестали делать давно более того известные фирмы как шур кстати шур прекратили выпускать головки и все у меня кучу друзей шуры и раньше мы их покупали за 50 долларов иголку а теперь она стоит уже 200 300 долларов и и невозможно купить так что вот эта легенда по поводу новодельного винила и это полный бред если компания шур прекратила выпускать иголки и головки какой у меня личная с америкой у меня есть аппаратура америке сделанная в те годы ничего близкого не было нигде разве только что в японии но поскольку япония совершенно другой стандарт и по электричеству в америке не 110 вольт все таки то есть не 100 вольт а 110 вольт а япония еще и разделена по герцам на 50 на 60 страна они очень быстро сбагрили производство микрофонов шур и дорогих даже аппаратов шур в мексику также как и гитары fender а что значит ах если бы нет сейчас возможно я вообще не давно ничего не покупал ничего американского если честно вот сделанная сша кроме вот пластинок и до 80 до 90 года ну такое ограничено до до развала советского союза америка ничего близкого не было если ты покупаешь аппарат он большой тяжелый тратит много электроэнергии ему нужно ему по барабану что-то на него уронишь там кирпич также как корпорация техникс если ты купил техникс и он выше высокого класса то вот у меня два аппарата и друзьям подарил по ним ходили ногами оба работают один был просто убит тонарм все починили это и по я сейчас про японию и про качество японии а кто сейчас покупает вообще китай как бы вот то же самое с одежды в штатах была одежда но они при не производит ее в китае у них есть свои страны типа мексика и гондурас например вот футболки это оттуда и это совершенно другое качество не то что покупаем здесь европа это просто дно да это все понятно лишь что уже давно никто ничего не производит все живут за счет китая еще сначала корейцы пытались что-то но потом для меня был шок когда я купил samsung пылесос заказал его как корейский мне привезли китайский долго из извинялись мы его начали уже использовать он до сих пор жив но это не очень хороший пылесос в итоге просто я выяснил что дело не в том что они нас обманули в стране корейский пылесос настоящий самсунг он отличался от этого пылесос который у нас вот чем дело китайский а наш привет наши продавцы вся проблема вся проблема в продавцах они обманывают американцы никогда не пишут что сделано в америке все гитары давно там делаются в мексике и так далее играть на них нельзя поэтому я предпочитаю старинные гитары я не на них играю европейцы и корейцы станки делают до высокоточные да но корейцы уже давно лишь если не знаешь ты наверно такое говно не покупаешь давно уже проиграли войну к китаю это же все выпускают в китае масс-потреб но я еще помню нормальные холодильники и прочие стиральные машины которые были сделаны в корее в южной машина за нусь у нас работает 90-х годов сделано в италии работает до сих пор 90 по моему четвертого года ну мексика это есть принципе америка михаил брюсюк это про джинсы да у меня тоже вот сейчас как раз надета джинсы 90-х годов ни одной дырки ничего они выглядят просто как кого-то есть дюран-дюран избежал настоящие синие голубые так сказать джинсы ничего не застирывается все как бы в идеальном состоянии только великого там и чуть-чуть а так нормально бытовую технику си не делает спору нет но лишь но а я-то еще помню я живу еще так сказать до прелестями до диатонам ты весит 19 килограммов да и вот у меня он есть вот этот диатон покажи джинсы могу показать что вот такие джинсы нет я не могу показать павел не ставь меня не русское положение мне остались еще джинсы турбины и прочие генераторы держат оба улитеж промо тоже отстойте вы правы до 90-х сша были круто конечно до 90-х когда советский союз так сказать развалился точнее его развалили как бы сами знаешь кто не нужно уже не нужна была конкуренция и в общем то можно было немножко падать но то что нужно в штатах до сих пор производится и есть конечно же будьте бутиковые всяческие производства но и военная промышленность ну павел на шею штаны сейчас буду снимать хватит все поболтали и нормально в общем все давайте покупайте билеты завтра увидимся у бога посмотрели про кристофера вакина ничего не говорит клип все последний вопрос кто посмотрел клип про кис про кристофера вакина стиралка была bosch да босх да а у нас до сих пор юрий верстов вот мама очень радуется не нарадуется она стоила очень дорого машина заносит два раза у меня ротель сделан в китае на но это понятно макс я не сомневался кстати вообще фильмов отель можно запретить как бы так же как над и прочую великобританию там вообще не было создано ничего кроме усилителя маршалла то у меня какие-то есть подозрения что это не их разработка давай шоу но я не подготовился понимаешь не подготовился лобок не подбрил вот кто-нибудь посмотрел клип клип кристофера вакина от их оружие плюется на нато ну конечно автомата калашникова сделано в китае они лучше это понятно три рубля как бы работает якобы под водой а также в говне и сделан из говна и палок ну и как бы нормально что пострелял и выкинул заносит еще до электролюкса заносит я объясню в чем дело у нас всегда мы жили очень скованных условиях и мама поставил условия что машинка должна быть 32 сантиметра в глубину они стоили ровно два раза дороже чем простая машина full-size за счет этого у тебя барабан два раза уже а у него крепление это если фронтальный загруз барабан уже поэтому он работает 50 лет легко а если верхняя загрузка машина работает вечно сделано который не в китае я вам сразу говорю потому что верхняя загрузка это барабан крепится на двух осях и вообще принципе с ним ничего не может случиться а самое говно это вот эти огромные кубы на одном на одной оси держится весь огромный барабан а кто еще любит отжимать при скорости 1200 оборотов это вообще что происходит с барабаном сразу там ломается там такая тряска идет это даже настоящие японские и немецкие машины итальянские не работают так долго джинсы нашу европейский дюран в тебе не сомневался но есть перед специалист по джинсам дмитрий воронин он бы тебе рассказал что такое джинс что если лейп штраус есть ли и есть рендлер а все остальное принципе это так сказать лучше самому шить сейчас из sonor faber и макинтош макинтош в смысле apple макинтош или макинтош который знаменитые усилители американские мне фланжер собрал этот самый знаменитый макинтошевский фонокорректор шестьдесят шестого года из топовых усилителей он великолепно работает это это гениальное произведение искусства заноси в россии это был стенол я ничего не знаю я понимаю что мне написано заноси сделано в италии белыми людьми это электролюкс который но вот дима фланжер мне делал недешево он взял схему и он их в производстве выпускает фонокорректор знаменитого их усилителя по моему шестьдесят шестого мужа четвертого года я забыл там чет 2202 топовый макинтош усилитель ламповый он оттуда вытащил схему убрал все ненужное потому что в любом полном усилители полно ненужного разбирается в аппаратуре понимает что усилить или должен быть двухблочный в одном блоке должен быть фонокорректор а может быть вообще отдельный вот он оттуда вытащил этот покорректор он стал не такой я стал вот такой как бы но он работает вот как макин получ�� аж макинтоша штатов 66 года вот никто не посмотрел кристофера о кино клипф ну ладно давайте до завтра завтра 6.15. Собираемся. Очень бодрая передача про Боу и потом переходим в Заппу. Сразу в 6 альбомов. Потом будет Заппа. Это гений вселенского масштаба, который играл абсолютно разную музыку и некоторую из этой музыки вообще слушать нельзя. Она может быть электронная, авангардная или, например, классическая с оркестром или джаз-рок. Вот об этом будем говорить. Шок. Знамее доктор Николай Джинс в прямом эфире. Я ничего не показывал. Я не дотянулся. Я ничего не показывал. Паш, я же, в отличие от тебя, не рекламирую никакие лейблы. Вот эти штаны Ли, могу сказать. Но я же не пишу, как они называются. Есть у меня еще Ренглер настоящий. А мне не подходят по фасону как его? Леви Страус. Просто я их не ношу. Но я ношу только прямые джинсы. Всем чпоки-чмоки. Пока, Дюран. Все, пока. Дюран уходит. Благодарю за все. Прекрасный взгляд на Боуи. Пока. Всем пока. Всем спать. Но у меня только утро начинается. Надо позавтракать. Давайте. Слушайте музыку. Слушайте Боуи. Жаль, мультики Запа нельзя посмотреть в эфире. Почему? Можно. Послезавтра посмотрим мультики. Я дойду до 69-го года. Я не буду про Запа сразу последний анонс. А при Таллиной у тебя еще. Понятно. Смотри, осторожней, Павел. Таких, как ты, любят сладких. Таких субтильных. Могут напоить чем-нибудь и прижать в углу. Про Запа я не буду рассказывать про самый ранний период. Потому что все его записи ранее великолепные, до 66-го года, потом были изданы на альбомах. А о них лучше поговорить как раз в конце. Потому что начать лучше сразу с его блистательного дебюта. И я расскажу до 69-го года. Ну, не до Hot Reds. Потому что Hot Reds произвел фурор на британском рынке. И он стал, несмотря на то, что это джаз-рок и авангард и прог-рок первый, он был настолько успешным, мы его во вторую часть отнесем, где начинается уже очень жирный период у Запа. А я расскажу про период 66-69. Это шесть альбомов. И, конечно же, влияние на других. Я был 100 кило, я не субтильный. Ну, был. One side of it's all. Да, это будет в третьей или четвертой передаче, Михаил, про Запу этот альбом. Всех люблю, всем привет. Еще раз покупайте билеты, делайте шеринг. Сегодня совсем мало просмотров, но я понимаю, в общем, что происходит. Давайте, мы продолжим слушать Бога и Запу, но это будет завтра. Всем привет. Вообще не знаю Запу. Лучше бы ты не знал, где Папал и прочее, вот этот отстой. А Запу надо знать, хотя бы знать всего и слушать из 100-12 альбомов, но 50 там точно правильных. Они у меня вот и есть, про них и будем разговаривать. По шесть штук в день. Всем пока. Давайте, и настраивайте тонармы. Если есть вопросы, обращайтесь бесплатно. Все пьют. Все пьют. Все или все? Все-все пьют. Все-все пьют. Все пьют. Что пьют? Все бухают, ты имеешь в виду? Тогда понятно. Все-все бухают. Все, всех обнимаю. Всем хорошей водки и боуы. Боуы с переходом в Запу как раз. Там, кстати, тоже есть общие музыканты. Вот уже Белью. Это как минимум один персонаж. Айинсли Данбор. Главный барабанщик Запа начала 70-х. И главный барабанщик Боуы 73. Я не пью. Паш, а надо пить. Я бы английский учил за то, что на нем говорил. Он не только говорил, он пел. Великолепные тексты писал. Я про Запу все подробно расскажу. Почему он стал петь и играть на гитаре, а не на барабанах на хексофоне. Потому что лучший блоу-джоп получает только поющий лид-гитарист. Запомните. Поющий лид-гитарист. Остальные это все так. Давайте. Всем привет.